тогда это вторая часть трансляции тиране 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 если пропустили в первую посмотрите обязательно первую там базовое знакомство с игрой игра очень интересно говорят что сыроват она пока в явных таких недочетов не обнаружил если честно мы играем на максимальном уровне сложности это первое прохождение экспертный режим и еще галочка iron man короче скорее всего я умру возможно даже сегодня то есть по сути мы с одним сейвом в непонятную игру играем без подсказок и на максимальном уровне сложности с богом но есть пройденная пилась официально ти блин хоть привал хоть привал блин чем пили так тут карта на самом деле маленькая я уже сразился облутал эту штуку надо как-то было на нее воздействовать на давай привал привала не вообще дешевенькие и их 4 вместо вместо 3 обязательно красца нужно в неизведанной территории но здесь вроде уже никого быть не может был очень опасный бой в конце прошлой трансляции крайне опасно кто главный герой по специализации оксом смотри сам догадаешься как ты думаешь это джоэна праудмур она специализируется исключительно на льде мак и волшебник по магии тут конечно очень любопытные этим способы так а может мне тогда вернуться и сдать квесты подождите сейчас посмотрим а я железо еще не партия железа есть основания не полагать поиски пропавшего поселок я дождь тут даже не дошел и долги углов пишет приветствую удачного стрима на пп без сейвов я под первым видео написал по поводу галочки не дает игру сложнее нет friendly фару из пилот в принципе соответственно эксперт портит ход убирая радиусы цифры урона и пиктограммы кастов над сопротивлениями все испортил игру присаживайся дворфейка я надеюсь ты все-таки решила что лучше играть и или или смотреть стрим чтобы спалерить или не спалерить норы ты обогнала уже так пропавший железом пропавший железо я не дошел кажется до него мне нужно вот сюда вот пройти я здесь а где пропавший железо название зарослем крапивы местность название леса или это все-таки текущий квест сейчас подождите пропало в районе переправы отголоском переправа отголоском сон давайте или зайти по пути в крапивные я просто не хочу без взятия да давай лучше вернем создадим квест вы возможно его получим поехали не решил еще просто чуть-чуть обогнала стрим и решил присоединиться к веселью да добро пожаловать у нас четыре сопартийца один танк саппорт слава богу нашли но он со стойком вообще никак не сравнится то есть стой к нам пришел сразу ты понимаешь вот он вот он колоритный персонаж с огромным количеством полезных обилок а тут какой-то дедушка пока непонятно ну с не такой хорошей пользы не так скажем так тогда прошу прощения я же выполнил квест по да вы спасли скаловерцев от гвардии однако радик со среди них не оказалось он не пожелал отвлечься своих увлекательных исследований в каменном море прислал горстку помощником цевиусу стоит узнать об этом как можно скорее цевиус цевиус это у нас вот он при всем должном уважении наши когорты не раз на голову разбивали этих кретинов с гребня что могут твои скаловерцы кроме как путаться под ногами я сюда не рвался цевиус а доказывать тебе нашу ценность приказа не было если великий генерал решит что про сражение ему не нужна магия то пусть прикажет нам отступить и переждать битву сложа руки нам нужно повышать рейтинг среди господи как их звать то среди опальных я не спорю с тем что твои маги нам помогают эль спар но вот насчет ваших командиров есть сомнений почему редокс сам не явился на осаду если у него есть дела поважнее этого сражения то я хотел бы услышать ой то я хотела бы услышать короче это девушка забыл уже это от него лично да вот она вот она просто в профиль стоит так если легиону не хватает уверенности скаловерцы то это просчет их командиры если не настроен помогать может быть ближайший родственник займет его местом не давайте увеличиваем до благосклонность опальных печально но это правда до конца войны нам придется присматривать зарад за радриксом и за его успехами каждый должен помнить что в иерархии кайроса нет неприкасаемых так изумрудная брошь заработал 750 колец и благосклонность увеличили кстати ой два лава лапа вот об этом я и говорю а бойлер поддержал что сколько там а где озвучка а бойлер поддержал ваш канал на сумму 10000 рублей прибавка к зап гендир yes хороший тегендир четкий лояльный еще к нам народу близок хоть мы даже не сотрудники нифига себе скромные скромные представители из народа такой работяга можно сказать слава доминиону и всем любителям старкрафта терна имба пека а почему не зачитывается донат может я что-то у себя отключил я открыл не как стримера как зритель так что гендир генеральный директор генеральный и так наш главный герой получил level up это очень важный момент мне нужно увеличивать максимально как называется неволя то ли воля то ли неволя знание мне нужно увеличивать это либо через силу заклинания либо через продолжительность воздействия наверно нужно апнуть а насколько продолжительность воздействия 3 процента защита выносливости магией возрастет на единичку а 19 максимум вообще понятно знание увеличим знание от чего еще раз лучше всего вообще от смекалки полторашечку дают а смекалка у нас быстрота стойкость искусность вот смекалка максимум да смекалка это типа интеллект не типа интеллект поэтому знание нужно быть исключительно за счет стойкости теперь уже увы это так но более сложные заклинания можно будет учить так в магии есть одно еще очко которое можно распределить вниз мы идти не можем пока нужно выбрать между двух ну если мы конечно можем с вами взять какую-нибудь ловкость дальний бой но учитывая то что я дважды взял магию на магии хочу специализироваться двойной удар по цели можно еще лидерство и ветку взять она вроде очень хорошая там резуректа можно потом будет делать отряд до 100 становится доступны надо сейчас бутыльки еще раз кидать по всем забыл совсем не лидерство пока трогать не будем давайте в магии выберем одно из двух с помощью силы разума создает защитный барьер вокруг квас или другого бойца увеличивая показатель брони я бы взял его потому что во первых там есть дальше грейда то есть довольно очевидная вещь во вторых меня довольно часто вырубают просто потому что защиты не хватает и в третьих мы все-таки играем с вами на серьезном уровне сложности поэтому давайте возьмем энергетический щит с помощью силу разума создает защитный барьер вокруг вас или другого бойца отряда 4 к броне электрический ледяной огненный к сожалению блин а но восстановление 14 секунды всего чего всего непонятно знание 57 перезарядка 1 минута действует сколько будет 60 секунд то есть по кд просто магический энергетический щит хорошо а если мы я бы все-таки взял магический конус 45 секунд не очень высокий урон зато и с 145 градусов ясно да давайте на защите остановимся а дальше что будет добавляет физическую защиту вот это очень важно будет пока переживем энергетические же отвезуте не поможет ну да но есть уже и в там же огненный урон есть огненный стрелы вы уже влетают огненные в общем тем более мастер защиты это добавляет физическую защиту к энергетическому щиту видимо не смог бы использовать второй щит если бы да хорошо там не еще какой-то предмет был легкий кожаный шлем изумрудная брошь вот она здоровье один процент каждый надо танку дать ну человеку которого больше всего здоровья скорее всего то 144 д брошку наденем на этого монстра железного так и я хотел бутылки передать передать бутылки чтобы могли они пить пить и еще раз пить возможно еду схавать противоядие да так следующий лавэл апнулся как раз танк у нас лавэл апнулся ему желательно все выносливость в защиты какие-то доп здоровьем если чистое здоровье то вот оно 144 150 да давайте делаем его плотным по навыкам я пошел в караульного чуть чисто в защиту и тут есть выброс четырех навыков преследование вначале получает значительное увеличение скорость передвижения короткое время возмездие лязг железа это great вот этой способности использовав лязг железа в течение короткого времени носит два удара за атаку позволяет вызвать на бой дополнительного врага скорее всего бывалого солдата надо брать это что-то вроде удерживания врагов и если что ну как как в пиларсах короче говоря дает бонус броня какой непонятным плюс 2 неплохо 1 противник а слушайте тут ударов за базовую атаку 2 в течение 20 секунд жесть там кд у способности в 30 секунд а тут то есть две трети в действия способности как бы она постоянно юзается проводит две атаки это вообще имба какая-то ладно давай так сначала мне нравится она очень круто очень круто артур ну да стареем так мы получили вместе мы сильнее следующий это благословно совершительницы защита щитом для союзников но это на танк пойдет до подождите защита щитом это видимо универсальный какой-то щит ставится просто и все так что возможно что не нужно здесь тоже было защита щитом нет да вот здесь защита щитом 40 это здесь 80 но дальше не восприимчивость понятно короче продолжаем пытаться благосклонность увеличивать у опальных это должно еще дать защиты хорошей а вебстрип привет тебе добрый вечер так я выполнил вообще что то я сдал квест я сдал квест выполнено да теперь давайте попробуем найти железо по сути это базовое задание от человека вот кажется кузнеца на месте ему как раз не хватает и мы идем на переправу главное битвы не фейлить очень аккуратно подходить к нему все понятно что будут гуфы это и безусловно но надо стараться все рано так как я еще могу по подготовиться давай по инвентарю пашу стрим во первых я мог бы посмотреть по конструктору заклинания ведь у меня воля поднялась правильным точнее знание поднялись до 57 всего лишь конечно не очень серьезно есть защита по инвентарю повязка на голову отражения здесь к знаниям давайте попробуем какие-нибудь штуки поставить съедобные смекалка силе пивасика сюда все может помочь в сложных сражениях все может помочь стойкость тактики парик вообще нет точность плюс 3 особо не нужно этого не снять интересного можно будет а потом броню апгрейдить что тут же нельзя менять правильно лишь как-то можно опа ходячая смерть воскрешение при поражении в течение о грибочек мне может вытянуть главного героя джайна будет у нас грибом походить раньше этот гриб он пиларсах был как ингредиент а тут так и дикта что есть у нас еще здесь это на меткость раньше было сгорение заморозка случайно негативный эффект неплохо это да строю кружку пива возьму ему можно же настакать ему правильно можно настакать выносливость еще главному герою что там по защите по параличу случайно негативный эффект тебе тебя выносливость есть какая-никакая да окей ладно поехали я просто чувствую что здесь будет файт огромная карта я не купил привалов вот это провал конечно антина и желчная язва это френдли товарищи наш будь начеку враг может ударить любой момент эй там держать оборону командир опальных вознеможений хватается за кровавленный нагрудник и делает глубокий вдох пытаясь собраться с мыслями он смотрит на своих раненых солдат повсюду вокруг но вас пока не заметил твой план успешен так что просто нет слов говорит желчная язва почти все наши солдаты полегли мост уничтожен гвардия вендриенов теснит нас оттуда откуда пришли дамы и господа и это лучшее что предлагает нам север что дальше отправь фури на мост срочно и хватит глумиться это ты все сделал для того чтобы моя стратегия провалилась а ведь могли победить да могли просто да это катастрофа да давай панику врубим бобер ну хотя я за девочку играю что происходит мне казалось должны быть на той стороне моста давай-ка мы пытались взять натиском западный мост бились изо всех сил и обратили врага в бегство но он с тяжелым вздохом пускает глаза на середине моста привет бернит бертин на полпути вся эта долбаная река взяла и певча кровью бессильно машет руками в поисках слов вздыбилась мать они мать ее проглотила и мост и всех кто там был и солдат у нас остались только алой фурии хорошо хоть мне ум охватило их оставить на флангах паре человек удалось закрепиться но преимущество мы утратили пришлось отступить в этот момент клетво преступники зашли на нас по восточному мосту мы оборонялись и выбили их на тот берег но теперь все вернулось к тому с чего начиналось только сил у нас куда меньше так тут командует антони должен распределить силы как он говорил гвардии обнаружилась ученица живая невредимая это на вино атаковать лук было глупо давай первое антио антио да 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 благосклонность опальных увеличиваем гнев алого хора тоже увеличиваем тебя тут не было вершительница и кончай захваливать этого недоумка антио он у нас и так уже архонт крепкого заднего ума если бы мы собрали все силы в единый кулак то могли бы перейти мост прежде чем враг успел бы опомниться но теперь поздно придется использовать алых фурии чтобы не за что идиот хватит вести моих людей на верную смерть что ты скритво преступниками снюхался надо дождаться пока враг нет не попустится не попустится так антонио все еще за старшего вполне его приказы смерть или я найду твоего таги следует да давай а я просто увеличил гнев ну ладно нет певчи пятится в ужасе первый план был ошибкой и не стану я людям приказывать чтобы они убивались ради чести этого недоумка все равно ничего путного не выйдет я бы мог сообщить врагу где они прячутся тогда твоим фуриям по неволе придется пойти в атаку командир закрывает лицо латной перчаткой глазам своим не верю до чего мы докатились видите фейспалм у него на этом на портретике даже он во имя кайроса дай наконец своим людям сигнал тряпка соберись ударить их надо подбодрить нам же нужно расположение завоевывать запись 1 есть на ютубе да может тебя устроить сумма достаточно чтобы набрать новый год годных давайте мне просто скажешь что ты хочешь обмену свою помощь перед сказать что люди оказалось слишком слабым лицом и давайте давайте поможем да ну я так и знал что абы кого-то он в себе в посланце не выбирает он широко ухмыляется с выжидательным видом продолжай что если вы с фуриями получите право первой добычи первый сбор добыч включаю нет ударить его что еще такое надо получили 83 опыта и навык атлетика вы бьете певчевых кулаком так что тот с трудом и держится на ногах когда он вновь оборачивается к вам ухмыляющиеся физиономии украшает синяк бей сколько влезет но фурия слушает только меня ударить еще раз надо фуга в тоже верность увеличивается твоя техника мне нравится умеешь убеждать когда вы наносите удар кулаком желчная язва не делает попытки не увернуться не защитить лицо коротко охнув он смотрит на вас еще более широкой ухмылкой еще разок на к и вновь певчин делать ничего еще на к страх увеличивается у барика довольна говорит барик мне нравится твоя мари манера вести в допрос вершительница это нам ничего не даст говори за себя лично я на все готов натирает стройку крови с подбородка а потом облизывает пальцы улыбаясь от вкуса собственной крови я не знал что тебе при люди нужна вершительница господи как вы меня как они вообще особые вот эти вот этот хор алый хор если бы мы тут с жалобами на суде выступали я дал бы тебе слово но мы говорим про моих людей жить им или помирать рекруты стоит дешевле грязи но фурии я слишком долго сколачивал себе в атаку и не собираюсь пускать ее по ветру ради такого дурацкого плана так давай ты просто скажешь ты хочешь в обмен на помощь вот это да и так что же может сделать меня счастливым певчись тяжким вздохом почесывает подбородок изображая задумчиво о знаю вершительница прикажи антио чтобы он умолял меня о помощи и пусть непременно подчеркнет какая он бездарь и что только хор может его спасти таких оскорблений я не потерплю боем командую я и ползать из его в ногах никто не станет его мое сейчас опять мы обломаем этого так ты его слышал проси нет ему тоже пришлось нет должен быть другой вариант да другой вариант а давайте реально твои люди слишком слабые перед лицом опасности хитроумно чего ты думаешь твои слова что-то изменит певча широко ухмыляется я хотел сказать может вершительницы и права тут антио главный когда в следующий раз встретишься с архонтами скажи голосам что без меня переправа не было бы вот так запросто офицер опальных трет перчаткой от хитроумие учись учись нет не отвечай я не хочу ничего знать да спасибо спасибо да уж будь благодарен и мне и вершительницы мы уже столько раз спасали опальных нам же не сложно это повторить послушай чтобы все получилось моим фориам надо выйти из укрытия короткое время вершительницы тебе придется добежать до восточного моста не убейся там но постарайся отвлечь их внимание я дам фориам сигнал перекинуть веревку через реку когда ты перетянешь врага на себя не будем терять время вся надежда твоего ватагу анти поворачивается к вам и кивает спасибо вершительница и добрый тебе охоты у меня один сейф куда вы меня посылаете ну боли черт возьми мне нужно перебраться за мост каким-то макаром стянуть на себя армию о лут так потом будет план час лут так здоровье плюс 35 ничего себе оживление зелье воскрешение ну наконец-то только обязательно дай его кому-то танк сможете ли воскрешение сможет но он чаще всего выживает у него много хп железный двуруч некому брать чё там ловушечка и там враги дальше так я тогда не пойду я сначала осмотрюсь так что мне сказали мне через мост на восток куда-то да нанеся удар по восточному мосту ну да он здесь вот справа тело солдата покрыто множеством ран поблизости лежат остывшие трупы двух немолодых крестьян которых он так и не смог спасти от смерти большинство домов на южном берегу заброшены прямо как этот почти никто из жителей гребни уже не считает что поднятие синего флага окажет на солдат кайрос какой-то короче тут есть ящичек привал о метательный кинжал но я кажется их не не знаю из крончик еще есть лук магический ну то есть охотничий лук яростников урон восстановление расстояния пробивания брони на лук у меня нет вообще вот эта подруга должна теоретически с луком хорошо обращаться доспех какой у нее же она в принципе лапкач и и качество должны быть хотя него парное оружие понимаете а нет луки есть луки вон нас ракет нас ракет навык луков есть это хорошо точность силам для парного оружия сил не нужно и критичный навык типа да заменим этот лук он почему я сравниваю с кинжалами блин наверное поставить лук и вот так сравнивать урон восстановление чуть больше расстояние больше пробивания точность армор меньше давай поставим так тут нет вообще никаких положительных вещей может и реально пострелять пока из лука у них есть пара дистанционных навыков так здесь тупик но надо все равно проверить муж с кем поторговать можно может что-то расскажут покажут желчная язва раненых перевязывает а это кто такой житель деревни может спасем я сдаюсь я сдаюсь не нужно проливать кровь деревне предателей будь моей волей всех будет сдернул она здесь вроде тупик нам нужно пробираться вот сюда через восточный собственно мост что у нас по нормально все вроде папа порядку я хотел порядок более-менее я бы еще дальше ранжевиков поставил они погоди давай-ка порядок сделаем вообще другой она же тоже рейндж появился так вот сделано то есть танк агрид так а почему танк агрид давай ты постреляй ты же можешь пострелять 10 метров что с кинжалами идешь на них подруга как насчет сменить нет с луком и и 10 метров это типа не 10 метров а поговори ты с фугой у нее разговор активно давайте перед перед смертью как ты это сделала фуга испытывающий смотрит на вас сделала что тогда в шатре архонтов ты провозгласила эдикт небрежно чем читаю торговую накладную как ты это сделала но я делал это раньше ты сотворила эдикт огня веленивой цитадели я слышал об этом о том как гнев кайроса извергся вулканом под крепостью книгачиев это была весьма впечатляющая работа завоевание молчкин давай считай что я впечатлена учитывая что ты читала слова кайроса больше одного раза и удивлена что ты способна об этом говорить твои голосовые связки уже должны были обратиться в пепел я не пытаюсь заставить и чувствовать себя неловко просто признайся в том что ты делала в том что ты делал ты не только вершительница судеб тунона ты глашатай владыки это дает мне достаточно оснований следовать за тобой твои пути извилисты я хочу увидеть куда они в итоге приведут а для тех кто как бы пропустил первую часть мы играем на стороне зла завоевываем мир и уже пару лет назад завоеванный завоеванная часть земли организовала восстание куда собственно мы отличившиеся в прошлом в одиночку идем улаживать нам кайрос это что-то вроде местного бога выдал эдикт это что-то вроде его слова приказа который может нанести порчу там вызвать вулканы какой-то какие-то проклятие прочее для того чтобы мотивировать местных владеть этих полководцев 2-2 силы быстрее решать проблему то есть успеть подавить восстание в какой-то срок с одной из самых интересных частей в начале который больше всего меня удивило было то что на этапе генерации персонажа нам еще предлагали прописать историю что вот было за эти три года как продвигалась наступление вот часто в диалогах когда вы общаетесь с неважно с кем всплывают как раз такие факты которые вы сами для себя выбрали в начале игры ну и конечно же те решения которые вы приняли в самом начале на момент генерации они влияют на отношение к вам в том числе я не пытаюсь заставить чувствовать или другу ты глас ты владыки дает недостаточно пока достаточно вот поговорили называется нет еще она хочет говорить решение вершительница судеб всегда рада с любопытством о поговорим позже так ладно давай-ка ты прячься типо пробуем согреть рейнджом ну что ж ты делаешь то подруга а вот и все так отступаем 1 отступаем 2 у сразу же господи сразу же давай таунт на него ты пробуй уйти с да сразу кидая из защиту минтал от кидаешь дурак защиту надо ему и отключить да он кастанул я мог отключить защиту но пока сомневаюсь в целесообразности вот она пошла защитам дай-ка бабчик накинем так тут таунт идет ты отходи назад огненную стрелу пробиваем блин ассасин бьет саппорта нашего замечательного мы согреть его уже не можем так бобер бобер давай-ка ты вместе с при ей придется подходить что подсечка делать не нравится мне это давай ка лучше вот этого товарища да тяжелый район не нужно так а ты лечись друг ой сбили с ног с танка атлетик одноручное оружие слушай а где у тебя бутылки скажи мне пожалуйста почему не поставлена вот наверное вот они бутылочки себя бы подлечил на баз копьем на добивать почему бобер не кастует вот я уже все раз давай давай во хорош минус то лишь дам убивает цель отлично все нормально все нормально можем попробовать сделать комбо оба но кажись не получится тут еще заморозочка у вас заморозка уже работает очень замедленно скорость атаки можно посохом можно ударом как угодно можно подбиваем работаем работаем ребят конечно еще пятерку мне вот это тоже баф нужно оставать живучей силы но это было два в четыре поэтому как бы нечестным получается так тут была ловушка вроде нет они видимо и затонировали когда пробежали на меня еще двоем принципе я бы также сагрил на самом деле а это свои а сейчас бы сагрил убегают и а а это этим мат они сибол эй ты там и ты тоже женщина форме гвардии вендриенов это френдли типа на вендриены с которыми тебя сражается это третья собственно сила получается которые восстание подняли окликает своих воинов вызывая их на мост давайте сюда к нам опальные вернулись дротики свои забыли не иначе будь зайкой кинем их обратно стоп это же не опальные это вершительница судеб она меряет вас взглядом с головы до ног странно я ожидала еще одного отряда солдат пришла убеждать чтобы мы встали на колени и сложили головы вообще мне нужно добиваться их расположения там очень хорошие навыки и в принципе несмотря на то что мы начали играть за сторону зла по крайней мере мы можем их помирить конечно так так ты из дома мата не прошу прощения что ваша река была запятна этим конфликтом перемен без крови не бываю чем скорее задействие давайте первое 15 опыт и знание главное благосклонность увеличивается хорошо она поднимает бровь очень приятно надеюсь все твои печали смоет течением она откашливается явно смущенной вашей церемонностью и пусть река проведет тебя через долину твои приятели растеряли своих бойцов может воду свалились она с насмешливым видом пожимает плечами мой род шесть поколений защищал эту реку трудно запомнить всех бродяг и попракшая которых мы скормили угрям разве что ты перепрыгнуть захочешь иначе ты тут застряла хотя можешь конечно спуститься вниз по течению к переправе и затишье там у нас тоже солдаты стоят с удовольствием тебя прикончат заклинательница приливов которые все это сделал я же с ней встречалась на перемирии хочешь ценить на что способна моя команда нахмыкает из хмыкает не скрывая на смешке у нас последнее время помощников завались если убивать и насиловать достаточно долго появится полно желающих выйти из леса и ткнуть ножом тебе в ухо дайте нам перейти на этот берег спокойно мы вас пощадим попридержи к веслам у меня тут от капитана арии послание берегла как могла как раз к такому случаю она свою руку за пояс с луковой улыбкой и достает ее пустой но с хорошо известным жестом изображающим пенис а погоди и второе где тут завалялась она делает вид что шарит по карманам потом демонстрирует тот же жест второй раз какая юморная баре горит мне конечно забавляет этот будущий труп но я бы сказал что наш отвлекающий маневр сработал он кивает на запад с довольным видом она поворачивается чтобы идти бросает вам напоследок на твоем бы месте вершительница я бы тут не задерживалась речные течения такие непредсказуемые так ну хорошо задание обновлено мне нужно вернуться с отчетом там лут на той стороне но мы пока перейти туда не можем леденец проси пожалуйста что мы там возможно как-то психику твою словом задели как-то это конечно я зря желчная зуба и превосходно пока ты заигрывал с клеток преступниками мы тут натянули веревку вдоль обвалившегося моста афориям не терпится пойти с тобой в бой спасибо конечно если бы ты раньше послушал антио может быть и без этого обошлось да благосклонность увеличиваем гнев тоже увеличим певчий крови холодно меряет возглядом мне казалось желчные ремарки это мой конек главное сейчас опустить этот мост мои воины доспехах плавать не могут те кто полегче он тычет вас пальцем могут перебраться на тот берег по веревке и опустить мост встретимся на той стороне по верев по веревке переходим до баре говорит он откашливается переступает с ноги на ногу тогда я наверное пойду последним в кои-то веке я согласен с антио желчная язва тревожно указывает на другую сторону моих людей заметили так что давайте скорее а то их там перебьют так 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 почти 4 лавел кстати у нашей подруги уфугим так я здесь по веревке должен до перелечь атлетик лавел ап на час по-быстрому увеличить уровень так родная 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 так нужно выбрать один из двух навыков дуалянцы блин нам еще не поздно в пойти в рэндж огненная стрела есть что у нас здесь есть френд же отношение только легкий добавляет к уклонению стрелы выпущены из лука пробивают броню нифига себе выпускает облитым маслом и подожженную стрелу надеюсь что у нас перемещается быстро когда противник атакует фуга то до конца боя получает пассивный бонус к навыкам двоечка всего лишь насмешка но таун у нас уже есть либо зная своего врага и и идти дальше либо тратить ход и оставаться в рэндж и наверное дуэлист все таки буду качать скорость передвижения неплохо нельзя встянуть бой так а уклонение парирование нас какие-то значения базовые это же здесь уклонение до уклонение парирование всего лишь двоечка вообще настолько несерьезно или это после каждой атаки когда противник атакует а до конца боя пассивный воздействие суммируется да надо брать вот в чем фишка это этой темы чем больше ударов получают тем больше резист и главное мы открываем на следующий левел уже новый уровень дуэлянтом так тогда если мы отталкиваемся от ближнего боя над соответственно так а для парного оружия если какие-то специализированные вещи надо и посмотрим отсюда урон урон конечно слабенький можно его попробовать апнуть какая сила заклинания какая защита магии либо точность апать либо силу апать надо просто и все давай силу тогда или все-таки может быть не давай точно стопать 73 хорошо хороший прирост на четверочек точность а как он определяется на четвертая кучу кондиционера тут с парис точно так аккуратненько осматриваясь вижу море трупов пошло сражение не будем стоп у нас алая фурия пока еще жива я вмешиваюсь в сражение пулю на себя а можем лучника на себя стаунтить вроде как можем рейндж какой там 8 вот надо ранжевиков провоцировать на себя так кто у нас там хоть легкое ранение окей тогда давай так ты у нас друг давай защиту на этого вешай а ты подруга ты подруга идешь в не стрельни по дальнему тоже для начала все вроде разобрались ранение так вроде защиту сделали тут скастовали заморозка не подействовало он стал тело смотрите вот танк стал тело этот побежал и ранджевик вообще топчик отлично просто давай тогда ближайшего так а чем отличается первое это комка как и комбо рубище железо сейчас я буду атаковать 20 на протяжении 20 секунд до давай тогда этого бить просто и все так ты скастовал молодец тут делаем да 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 уешечку фурия побежала давай копьем его джайна праудмур тоже работает вижу этот справился так здоровье пока восстановить никому вот и будем ему брейншу дать какой-нибудь не к силу не городу стоит на единичка по заморозила джайн к нашу этого упыря жила ранение окей может в комбо тогда сыграем давай-ка вместе вот этого товарища заберем подсечку и удар нашу к сожалению пробили тут свое давай здоровье устанавливай как раз там четверть получается сбили с ног и сейчас добивание будет то есть ты после подсечки сколько там у него осталось ранение еще она бьем так а джайна у нас же получилось щит получила щит но я блин даже не знаю где он у меня была же обилка правильно было было энергетический щит или он типа пассивно действует нет где-то энергетический щит но я не знаю где вот лабуда а вот в талантах надо перенесить перенести энергетически сюда из кастовать сразу его после удара чего его добьем типа кастуем энергетические ну потому что рядом со мной страж милишный который блин который блин шампуром пожалуйста его защита конечно не такая исцеление можем потом сделать так убили еще одного вообще как-то весело пошло прям вот ух три стрелы вот огненный тоже зашли тоже так давай-ка посохом там он еще не откатился вот там очень долго откатывается к и попробую восстановить наш главного героя тем более у нее проблемы вообще серьезный лично надо было завязать на самом деле дальнего товарищем попытаться заморозить есть а почему барьер перебили что вот теперь пошел и когда пошел сюда же ауешечку иди на верхнюю аллен там ранджевик стоит стреляет по мне постоянно главный герой так выносливый слухи да он пошел на этого интересно он даже под заморозка побежит или не побежит любопытно что он не агрится нифига нифига не агрится давай сейчас сильный урон будет раз тяжелое ранение хорошо тут шампур пытается танка пробить вообще никак не пробивает была серия из пяти ударов все плевать как он долго пьет но попадает гата главное мы героя лучше держать дистанцию все-таки ребята добиваем но добиваем так еще кажется был его лапчик или нет ли показалось показалось удар очень эффектный но как-то он урон вообще не наносит а слушайте метательные кинжалы мне же были я нашел метательные кинжалы и вроде как их от них отказался вот он вроде сейчас когда бой закончится мы посмотрим делает справились 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 привет пип бой да потихонечку потихонечку ознакомимся только с игрой пип бой пип бой пип бой пип бой пером дальний бой 8 9 точность десятка кинжалы точность 12 8 9 там еще сигил жизни есть какая-то какой-то навык его перья здесь управление жизни видимо это к школе заклинаний давай тогда на 2 поставим тоже что будем метать обыскиваем опа есть посох моей школы северных льдов ух капюшон книгачиев это уже кажется пошло поехал перчаточки может зайдут на отражение и так значит посохи сравниваем дпс в секунду больше хотя урон 8 ледяной да именно видимо чаще стреляют просто дистанция такая же восстановление теряется они наоборот наоборот это посох северных льдов мой текущий круче теку этого так что взбиваем да и капюшон книгачиев на такой же как фигово и надеялся на апгрейд ладно так делаем ли привал посмотрим насколько восстановится хп главным героем держим дистанцию обязательно обязательно держим дистанцию в принципе хп еще есть сколько у нас там файтов интересно будет будет скорее собой подождите короче лучше сделать привал сейчас потому что там карта осталось немного скорее всего 12 боя и все заходить в бой с с несполнен хп так хавчик кто такие ой а вон те стоят но мы можем мирным путем решить все сейчас полутаю только все назад капитан мотани дает сигнал своим солдатам идти устремляются к деревне подалеку их слишком много они перешли реку отступаем солдаты гвардии вендриенов бросаются вперед и сбиваются в кулак прикрывают вступление капитана мотани все вместе они укрываются в ближайшем близлежащем селении погоди я хочу поговорить и давай не обращает внимание продолжает наступать так а тут народу реально больше первое что нужно сделать это кинуть правильный деф ну откуда ты опять кидаешь он сам кидает скотина ты а короче я отключу ему и офигел он просто офигел надо бы сразу 1 убить поэтому пока наверное свободное так а кто у нас получается давай-ка за таунтим дальнего стрелка вот этого скажем о ты пока посмотришь как и давай его же ты тоже его же нет наверное надо кого-то избежать не за таунтил вазь а было слишком близко просто уже я понял тебя так здесь на комбо напрашивается товарищ я не декастовал правдам тут напрашивается на защиту себя танк танкует единственное блин что он не удержал таким образом этого сбили с ног хорошо то есть ты можешь уже приниматься скажем за этого упыря шампурчик на него подруга сейчас добьет типа дальше так а ты а ты уже все там типа скастовал красавчик красавчик ближай человек танк там танкует как может вообще так может он пойдет дальше чего уж тут мы с двумя то справимся а он стрелков завяжет он отравлен правда разъедающий урон ладно с богом давай да таунти таунти там же еще бонусный надо с таунтом начинать всегда так ты ударила молодец как ему там тяжелое ранение лучше посохом каким-нибудь без овердемок ну вообще лучше заморозить для начала было этого на самом деле ну что за таунтил за таунтил вроде как куда ты побежал родной сражайся так у тебя что тебе бы сразу того хельнуть после того как с этим расправитесь этот при смерти уже все более менее нормально ты да делаешь так ты просто бей есть заморозка сработала это очень хорошо сейчас мы урона побольше ему 46 нет вот это вот кажется максимальный это кажется максимальный я не могу есть добили хорошо теперь ты идешь лечить танком ему как раз там грустный и одиноком грубище с железом этого сейчас мы вдвоем втроем должны раздраконить ой как ему плохо а где там у нас с этим бутылки давай здоровье раз а и бутылки у бутылок опчика д получается да жаль у этого упыря ранение но так давай энергетический щит на танка мне кажется что он против элементального урона должен зайти неплохо ты же справишься один в один с этим упырем сейчас лечение еще придет и энергетический щит вроде неплохо и можно наверное вдвоем сейчас как комбо сделать опять же поехали работаем так подруга тут товарищ ранен просто бьем саппорту надо что-то придумать тоже наверное бабочек сначала а где комбо я не пойму вроде как раз она и и пошла кажется а ты что делаешь ты работаешь все нормально тяжелое ранение там уже но танк вроде держится саппорта правда сейчас достается они там вообще без без демиджи галим мелочи здесь не расслабляться дрем посохом я надеюсь что вот наша подруга фуга прибежит скоро и поможет потому что будут втроем кажись не справимся ну вот что творят а огненный шар там влетает то бутылка есть на выносливость она откатилась это очень хорошо щит скоро откатится кого замедлять замедлять самого здорового и этот убежал ой саппорта плохо но у него тоже есть на носливость выпиваю пробую заморозить заморозка не удается этот по-прежнему тяжело ранен так я хочу за таунтить вот этого товарища и по нему же бить тут тут просто наверно не отдавая лучше стрелять он может сейчас убежать ты бей посохом лучше наверное плохо любили саппорта мне ой как бы тут против 4 то не умереть а есть резурект помним про это но резурок только у танка поэтому болен ладно это почти умер эти здоровые что не жадничать может пикалек следующее езнуть на резурект не хочется знаете переигрывать как как не хочется андрей бит там количество онлайн на зрителя обновляется рассудки а грибочек еще есть это по кому это на себя эффекты до грибочек надо запомнить так ранее я вот не пойму где-то он вообще где-то он как быть она бутылка глядишь дата он прошел бьем все таки этого этот горит от стрелы при смерти он уже при смерти ребята держимся акт ой не факт танк сейчас умрет качал ему как хп качал здесь либо гриб сразу жрать на грибе жрать сразу на будущее так скажем а может это догорит вообще что у него там по а какая разница в ас реально какая разница что мы там умираем о есть выносливость успел успел пропить господи там такое лаловое количество хп было ой так этот при смерти надо его как-то забрать прям точечно ты атаку и наверное на вот этого товарищем это мнение нет надо было этого добить сначала у этой ошибка так если мне какой-нибудь аой ауешный вариант область действия ледяной радиус всего один метр было мне что-то ауешное было до сплыла надо сконструировать что-нибудь полезное сначала это упыря добить так да давай ты добьешь сначала так сделать ничего к сожалению не можешь или не пожалеть заклинать давай не будем жалеть заклинать убили но все я пытаюсь выйти из боя оставляю одну подругу убегая просто болей на не за мной ты пробиваю выносливость пробивая шампуром бей ты жди когда откатится бутылек почти уже а я не могу пить так при смерти добил добила да но здесь отравление повреждение брони ослабление развидающий урон еще сдохнет в любом случае а тут ранений нет ранений нет надо забивать все сдавать нашу что я восстановлюсь восстанавливаемся они тоже восстанавливаются на ней так здоровы были на самом деле как опасно скрытности подходим чё фури с луком мили то у него отбилка огненная стрела так то нас кинжалами вообще-то мы пацаны не встанут сейчас и как мне их убивать как мне их убивать в одиночку магом-то блин это дилемма это дилемма серьезнейшая такая мост опустить и рон бутафорский я могут плутать могу типа вернуться назад и поговорите скорее если не смогу пересекаю реку о знаток механики вам не проснулся отдыхаем я выживаю как могу ребята игра на самом деле не сложных надо срочно еще пару спутников на этим читер за еще раз не читер а знаку знаток механики поймите это искусство нужен опыт недюжая смекалка чтобы вот так вот провернуть о там четвертый левел уже уже поднялся так давай с объем вот на парочку этого вот у него баф ударов за базовую атаку то есть он должен он раз-два класс я сейчас увидел только как анимация работает подсечку подсечка хреновая получилась серьезным подлечи этого товарища это не лечение это баф скорее джоянка что-то тормозит не слегонца твой пой не так надо было смогу начинать у него с хп проблема кажись ну как обычно у всех магов с хп проблемами я даже не идентифицировал мага этого так давай на парочку типа таунтит на себя а я ослабляю да а что там в ослаблении нифига себе убирает парирование уклонение короче нужно комбо проводить особенно с танком потому что не надо подходить такое ослабление конска получается все сделал пару защит в ноль выбирает все с два удара 5 молодцы ребята было несложная битва так что я хочу от приста я хочу от приста стойкости чтобы жил он долго и счастлива но с другой стороны адоб здоровье управление жизнью на здоровье завязано и навык и собственно хп у него будет побольше сейчас самое главное еще выберем навык из ой это из сохранения следующего левла так стирание записи накладывает на союзника печать сохранение если запас здоровья союзника снилось до определенного значения печать восстановит большую часть дороги сам и сам уничтожится отличное начало для танка просто прекрасно оживляет падшего товарища о беру здравствуйте я резурект кулдаун 1 минута восстанавливает еще треть здоровья класс класс хорошо а вот сейчас можно будет мост упустить макер есть вк нет возможно аккаунт есть но этом не заходил не пользовался собираем фрукты атлетико исцеление неплохая штука для танк столько полезных опа еще скрончик надо зельями разбираться тоже но задача что выполнена на самом деле поговорим стоп только я хотел бы посмотреть для начала отношения фракции ко мне тут осталось то буквально для благосклонности вершительницы совсем чуть-чуть все мои солдаты поплатили за некомпетентность а что по квесту это он колодец я не обратил внимание когда квест закрывался к сожалению может в логе пишется аж железо скованных горном сражению переправы отголоском железо скованных горном партия железа так в поисках пропавшего железа обыскать переправу найти улики ага вы нашли разломный ящик испорченное оружие оказывается наверняка часть груза нужно отыскать другие улики поблизости улики наверх предложить это куда ты видела вторая часть уровня и девушкам предложение понятно да просто мне привалов осталось там под силы парочка ой я вроде как здоров один привал всего ой блин так давай сразу 1 1 так 2 так 3 так 4 так и там все этого упыря вы вдвоем добиваете эту подругу ну подсечка ну ты просто бьешь хорошо хорошо на самом деле потому что так сбили с ног замечательно добьем сверху добавим ты пока бьешь с бонусом ты пока просто бей этого оттолкнули оттолкнули молодец все правильно сделала так восстанавливай да ты себе восстанавливаешь а и так это комбо вон рановато я это сделал или еще одного хорошо уверенно идем скоро четвертый левел будет у нашего танка еще джанг только отстает вот так перчатки бронзовые перчатки на их сменить танком не могу а другим вроде как и не нужны стрей поддержал канал на сумму 100 рублей сообщает скаду тв официально что на заглушка я в курсе на самом деле заглушка не заглушка я на самом деле каждый день захожу на скаду тв форум почитать если это правда мне форума конечно будет не хватать там аудитория конечно довольно токсичная но фидбэк дает зачастую хороший может там просто хостинг заплыли оплатить или кто-то из админов снова шалит там тишина монтажа ари директ недавно сделал это я думаю что надо вернуть в любом случае или адольф хотя бы попросить чатик перенести к в смысле этот форум так что я агрессивно пошел слишком агрессивно а там адольф скаф цель обращения тогда это больше похоже на право конечно хотя это фотка с шиномонтажа я вообще в нее не поверил потому что такой довольный и колесо ставит а на улице снег не верю ладно значит впереди у нас сражение карта в принципе в принципе вот кстати очень тут в плане интерфейса значительно более удобно чем в пилорсах на самом деле и минимап хороший скейл хороший интерфейс по способностям очень тоже хороший то есть в бою тут статусы пишутся не только вот так вот вдоль портретиков но еще ведь есть такой расширенный вариант увеличенный с которым приятнее работать приятнее читать так ой там их много и ловушки еще две штучки так а боевая стойка что нам дает вот я до боевых стоек не дал не доходил три шопота у нее три стойки ой нет какая мазохистская стойка добавляет бонус к урону следующей атаки равный 50 процентов урона полученных нападающих с танком таунтом и с минусом к уклонению парирования какая-то хрень надо брать либо точность либо уклонение но я бы взял точность классная стойка попробуем выманить это явно такое так уходим раз главное сейчас не лезть надо накидать защиты соответственно четвертый уровень я его попробую затамтить не и напарываясь на ловушке на него кинуть такое вот сохранение все пошло поехало да он пошел да не беги ты алло хотя вот с одним пока сражаемся главное что я ловушки спалил вот это прям очень хорошо тяжелое ранее не буду на него обилку тратить можно пострелять вот бах эффектно так стрелы летят так это слишком близко надо просто атаковать пока просто атаковать атаковать потом там по единичке урона на всех это минимум так теперь срочно танком мы доп здоровье до 18 учитывая хардкорчик дальше идем смотрим в караульном выбираем внимательным образом вторую обилку так либо бонус броне плюс 2 это весьма неплохо особенно на старте прям очень хорошо учитывая то что либо мы делаем бывалый солдат количество людей которые да наверное так чтобы больше вокруг него скапливалось гораздо проще собирать пацанов вокруг танка так же как в пиларсах и кидать на него точечные какие-то защитные темы и ему давать защитные вещи там не знаю доспехи всякие кольца и прочее чем так что сейчас он должен двоих держать и угар это умеем ловушку обезвреживаем ну куда же вы родные ладно сейчас можно уже комбо сделать все это есть так ловушку обезвредили защиты мы у него понизили делаем таунт чтобы просто увеличилась скорость накинем все равно а давай за морозочку сделаем уже так ты просто бей просто бей прошу ты тоже просто бей здесь девяточкой он вообще не наносит ему уже тяжелый ранить о их молодцы как слаженно как приятно смотреть за работой профессионалов прям диву даешься как они четенько все исполняет так есть привал выносливость и схрончик небольшой магический доспех бронзовое укрытие со способностью какой-то непробиваемость ну я не могу взять к сожалению фармор танку такому танку к сожалению но плюс 15 парированию пока здоровье ниже доспех бы хорошо подошел милишные роги в другой стойке еще не поздно ее конечно поменять непробиваемость и броня 5 у тебя что броня 3 модификатор крита не еще не поздно конечно нет я не хочу я не хочу отказываться от плана проверенного сейчас вот они начали работать нормально три ранджа один танк каждый на своем месте молодцы кусочек сыра спуститься мы не можем но сверху имеется ввиду так что спускаемся так можно сделать привал кстати потому что во первых карта подходит концу нам не зря дали привал перед тем как карта ну хотя фуловый зачем тут заклинаниями другая тоже темы они без тихо 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 солдаты кайрос уже здесь сейчас к нам снова прибежит патрульчик но канду или нет но это чувствую глобальный замес вообще вот прям пятой точкой чую ничего ничего тут позиция неплохая с одной стороны но не может быть такого неужели все видимо надо проходить выше я вот к этим бочкам зайду подъем был видимо в начале я не прочекал я не прочекал опа ой-ой-ой ты кто такая та же самая Матани Сибилл пронзительный голос раздается на всю деревню она обращается к вам а не к местным жителям не бойтесь сыновья и дочери и гребня псы кайроса у нас на пороге но гвардия вендриенов вендриенов вас не оставят отважные гвардейцы вендриенов эти иноземцы и предатели хотят сжечь наши дома перебить наших близких соберитесь силами покажем кайросу что наша земля ему дорого обойдется несколько солдат появляется из-за дверей и в задымленных переулках ярость полыхает в их взорах кто-то издает боевой клич чтобы придать себе храбрости когда они бросаются в атаку увидите что их оружие отсвечивает серой сталью во имя аше откуда у этих деревенщин железное оружие все-таки оно да пропало попало в руки не тем барри какое-то мгновение взирает на крестьян в полной панике и недоумении они снизу нападают надо сейчас перестроиться грамотно быстро принимает боевую стойку сзади еще один ё-моё так почетный страж они пока зеленые но нам короче надо валить отсюда нафиг желательно наверх там где мы были понеслась так давай сразу комбо сделаем чтобы этого па-па-па-па-па-па-пам не лучше наверно комбо со сбиванием с ног сделать но я уже да делаю короче на себя защиту нет какую защиту что-то несешь ты только что скастовал комбо давай делаешь комбо в омбо кидаешь на себя защиту вот такую там сзади товарищи не алё подсечку ему ну промахнулась ну ты даешь вот очень хорошо я отступил с этим не сражаюсь вообще это тактика ребята и я ее придерживаюсь ладно дальний предположим будет стрелять заморозка прошла отлично девяточку тебе урона накинем да шампури пока переключимся так ой молодцы ой от ног любо-дорого смотреть работают профессионалы надо ты же просто бьешь у нас молодцы подождем а белки откатываются все нормально так еще немножко стелсом дальше я вижу мага очень хорошо перегруппировался прям 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 отлично зашло так тут сразу стрелой пожалуйста поехали а чего ты не бежишь то алё что есть этого сейчас стал телев дебафф ним ну в смысле нашим главным героем еще и это фаербол да такой круто 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 ты стреляет не можем подойти на самом деле вдвоем разоплакить второго мага у него же кп это маловато наверняка правильно правильно потечка раз удар 2 шампурик 3 девяточка 4 у него же ранение а почему ты ее девятку не кинул на этого товарища вот другое дело так бы сразу я засчитал нашего танка сделать реген на всех ученик минус дальше просто всеми деливаемся в этого упыря ой как он стреляет сальто назад получился определенные и и и не боишься что архон правосудие казнить за мятежник ну я же я же аккуратно вот сейчас можно было бы сделать привал хотя бит у меня только этот только саппорт проходим чуть-чуть осталось главному герою до 4 лв казалось бы главный герой я отстал вот так вот по жизни ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой так там может я короче делаю привал это точно там человек шесть я не буду с ними сражаться стараться конечно же но танк идет на переговоры в общем здравствуйте они идут к оружию и помните всех кого не нет больше с нами Воздайте им почести, своей отвагой и мастерством. С этими словами капитан поворачивается лицом, ждет вашего приближения. А есть выбор. Вершительница судеб. Мы же порядочные воины, разве нет? Этот бой касается только тех, кто привык нести смерть. Отпусти селян, они тут не причем. Я сюда пришла не убивать, разговаривать. В самом деле, трупы моих друзей почему-то с этим не согласны. Что тут можно сказать, вершительница? Разве что, извините, мы тут хвостиком махнули, много ваших полегло. Но вообще-то для слов уже поздновато. Капитан, ожидающий, смотрит на вас. Солдаты, о, сейчас нужно важный, верный диалог выбрать. Солдаты держатся на готове, а отовсюду наносятся сдавленные рыдания селян. В конечном итоге, Кайрес несет порядок. Какой смысл противостоять единственную процветанию чушь? Это восстание обречено, зачем отдавать свою жизнь чушь? Моя цель убедить вас сдаться, не приливая крови. Возможно, селяне смогут идти, вы все понимаете, сдеритесь? Нет, бегите. О, черт, тут нет нормального варианта. Моя цель убедить вас сдаться, не приливая крови. Давай. Похвальное предложение, но, боюсь, трагически примитивное. Если бы тут был хоть один человек, кто вытерпел бы службу валом хори или рабство в трудовом лагере опальных, он бы сложил оружие, где много лет назад. Те, кто сейчас стоит перед тобой, слишком ценят свою свободу. Кроме того, сложить оружие мы не можем никак. И любая сделка, которую ты предложишь, это западня. Потому что гордыня не позволит архонтам на вас помиловать. Так что, прости, у нас выбор простой. Смерть или слава. Третьего не дано. Так. Жесть. Мне остальные варианты вообще не нравятся. Сотрудничества, возьму деревню силы. Точно нет. Селяне могут идти, вы поднимаетесь, деритесь. Не хочу пока. Бегите или вам придется иметь дело с моими союзниками, когда они здесь объявятся. Ну, сомнительно. Обречено, зачем отдавать тоже и тоже. Короче, либо бегите. Ну, короче, восстание обречено, зачем отдавать свою жизнь. Ладно. Нет. Мы показали, что даже народ, который уже был побежден, способен возродиться из пепла, нанести архонтам удар. Его целью было преподать урок всем жителям. В конечном итоге Кайра снесет порядок. Какой смысл противостоять единству? Единство это как между опальным и алым хором, она дело нахохочет, запрокидывая назад голову. Нет, такого мира нам не надо. Да и вообще, кому он нужен, этот мир? Мир означает, что надо терпеть зло своих ближних. Трусливая мечта тех, кто слишком просто смотрит на вещи. Но в кое в чем я с тобой согласна. Лицо ее заряется ухмылкой при этой мысли. Прежде гвардия Вендриенов была просто армией гребня. Зато теперь под наши знамена собирается добровольница. Короче, мне придется, видимо, с ней сражаться. Пробуем бегите, иначе вам придется. Верность уменьшается у Баррика. Вершительница, как понимать, такое небрежение долгом. Ладно бы мы отпускали только больных и немощных. Вот, это правильный диалог, только Барик против. Ну ладно, хрен с ним. Ладно бы мы отпускали только больных и немощных, и они бы всем поведали о нашем бесчестии. Но эти недоноски выступили с оружием против Кайроса. Такое прощать нельзя. Все верно отметаем. Мы взяли верх над их воином и позорили капитана на реке, который принадлежал ее предкам. Здесь что-то про благородство. Мы должны сперва... Зачем сражаться дальше? Давай, так. Страх. Да. Из недр железного панциря доносится ворчание, потом он затихает. Чтобы вы могли походиться на бегающие мишени, так интереснее. Начинает смеяться, но внезапно насекается, когда до нее доходит смысл ваших слов. Стоп. То есть мы... Гульфиком Кайроса... Клянусь, ты это всерьез. Не заставляй меня... Бегите, глупцы, короче. Вот, есть, вывели. Благосклонность увеличивается. Я этого не забуду, она кивает вам, потом поворачивается в команде, делает знак, чтобы все разбегались. Стремляются на север. Еееей, левел ап. Блин. Тут сейчас будут мне, конечно, меня песочить будут, кажется. Архонты пришли. Отличная вершительница судеб. Хотя это не Архонты, это просто местные нубасы. Твоя доблесть делает честь суду. Антио медленно кивает, осматриваясь по сторонам. А капитан, что с ней? Если она еще жива, голоса не рада, с удовольствием пообщались бы с ней. Я пустил и велел предупредить своих дружков, что я скоро к ним приду. Уменьшаются опальных благосклонностей. Правда? Он поднимает бровь, сперва с угрюмым видом, но тут же расплываются улыбки. Хоть я и не отказывался бы захватить ее живой, может, это и к лучшему. Пусть возвращаются в гнездо. Пусть расскажут, что тут случилось. Лишит своих людей последней надежды. Да, пару человек мы потеряли на реке, но потом собрались с духом и победили. Антио кивает желчной язвью, выдавливая на губах улыбку, потом кланяется вам. Да приводит победа с нами. А с поселением что делать? Местные жители могли расставить в домах ловушки. Задерживаться тут слишком рискованно. Он равнодушно пожимает плечами. Надо сжечь тут все дотла. Не будет поддержки повстанцам. Они получат хороший урок. А дым станет удобным сигналом для наших солдат, где собираться при приправе через Матани. Ну что, потратили столько крови и времени на это поселение, чтобы его спалить? Нет, я люблю огонь, его мистические свойства. Ты даже не представляешь, насколько. Но даже я считаю, что поджог не всегда уместен. Вершительница, очень прошу, донеси Дантио, что он вправе сжечь свою половину поселка, на вторую половину рассчитывает Алый Хор. Не, мне по-прежнему нужно продолжать ссориться с этими. Один. Но гнев у Вендриенов. Тут как бы надо, блин. Так, вы двое, отыщите всех ваших раненых, наших раненых. А еще двое пусть собирают Хворост, когда мы отсюда своих заберем. Удачная охота, вершительница. Грейва наша хранит. Ну, если уж мы собираемся сжечь проблему... Тяжко вздыхает певчий. Медленно в воде указательным пальцем символ давно покойного Архонта Огня. Хотя бы предоставь это эксперту. Пусть твои воины соберут всех раненых. Хочешь спалить поселение? Ладно. Хоть уничтожим все свидетельства того, что мы здесь были. Пятому глазу нужна помощь с клетвопреступниками во внешней долине. Не? Ну, разберешься с этим. Архонты будут собираться для очередной встречи в лагере опальных. Поскольку ты у нас единственный из представителей суда, то присутствие обязательно. Не заставляй их ждать. Ей, ловел ап. Так, задание выполнено. Зачистить поселение. Отголоска. Так. Мне по... О, 61 знания. Можем новые заклинания поюзать. Максимальная уже сила заклинаний за счет смекалочки. От знаний зависит еще, собственно, продолжительность той же самой заморозки. Продолжительность воздействий. Но есть еще опции. Уменьшение кулдауна, например. И, наверное, от знаний нужно отталкиваться. Знания 61. Так, теперь у нас есть возможность выбрать следующие способности в магии. Это физзащита. Энергетический щит добавляет физическую защиту к энергетическому щиту. Вредоносное закинание нацелено на бойца по щитам действует менее эффективно. 4 к броне. И отражение попадания заклинания. О, отражение прям буквально предложено отражение. Ага. Может снизить на один ранг результат. Типа крит становится обычным, обычный, легкий, легкий промахом. Как в пиларсе. Отражение зависит от элементов одежды. Также таланты и способности в описании каждого. Ага. Критическое попадание за диване. Понятно. Тут меньше градации, не 4, а 3. Искусность увеличивает общие показатели. Но это у воров, как правило, отражение высокое. Так, есть еще обессилевание. Атака из режима скрытности? Нет. Ослабляет цель. Что это за ерунда? Мастер владения посохом. Повышает урон от магических посохов. Базовые атаки могут нанести несколько ударов. Что за вероятность? Короче, урон плюс 5. И мизерный шанс нанести... Ну, хотя это апается до третьего левела. Там будет 9,6% уже внушительнее. Но я возьму защиту пока что. Это очень хорошо. Физушная защита. Это же прекрасно. На танка подействует. И на себя смогу кинуть, если что. Это улут. Опа. Железный двуручный меч. И фальката имперская. Так, ну одна ручка у нас есть. Может быть, стоит ее и заменить. Инвентарь. Железный меч опальных. Урон больше. Пробивание брони еще есть. Урон значительно больше. Хотя нет. Там просто скорость другая, да? Пробивание брони. Надо брать. Ох, хорош. Так, двуручания у кого нет? О, привет от Мэда там передает. Да, сегодня у нас... Обратно возвращайте привет. Я хотел сегодня услышать от него мнение по поводу нового сайта. Потому что когда он в прошлый раз приходил с критикой и рассказывал про то, что тут не так, это не так. Мы некоторые вещи пофиксили, а потом он пропал. Достаточно продолжительный промежуток времени. А мы тут столько всего нагородили. Хорошего, на мой взгляд. Мне хотелось бы фидбэк с него и его аудиторией. Макс мастер, лучше на саппорт. Сейчас я в любом случае не сооружу, что делать. Давайте выберем квест какой-нибудь. Так, железо скованных. Мы так и... Ну мы нашли что-то, да? Улики какие-то нашли. Но вроде не все. А, нет, нашли, да. Нашли, нашли. Груз нужно отыскать. Стоит ли возвращаться сейчас или не стоит? Есть. Короче, мы тут выполнили все квесты, кроме железо скованных горным. А, там можно наверх еще пройти. И наверх, и направо. Вот. Точно? Там еще что-то есть. Здесь, может, я что-то не взял. Верните, центр поселения. Да, я тут не все просмотрел. Вот здесь не все просмотрел. Вот еще здесь не полутал ящик. Защит от кровотечения. Окей. Я тут крался полуровня. Поэтому мог вообще реально что-то пропустить. Вот, вот, пожалуйста. Старик Муа есть. И вот дверь еще закрытая. Явно с ним нужно поговорить. Там уже о пальных сархонами поговорить. Так это понятно. Я просто не хочу отсюда уходить. Старик Муа. Я же сказал, я свой дом не оставлю. Старик стучит кулаками в подтверждение своих слов. И, наступившись, смотрит на вас. А ты не из этих болванов в пурпуре. В пурпуре или пурпуре? Пурпуре, наверное. Пурпуре. Пурпурный цвет. Пурпуре. Извини. Не хотел от тебя орать. Глаза уже не те. Меня звать Муа. Живу с тех самых пор, как король Акон присоединил эту долину к своим владениям. А ты служишь Кайросу? Да. Он тычет вас пальцем с каждым вопросом. А Кайрос несет мир? Да. Тогда я сдаюсь. И оставьте меня в покое. Странный старик. Советую подчиниться их требованиям. Уймись, дочка. Я отлично жил тут сам по себе. И жаркие деньки пережил. И горячку, и наводнение. Меня не волнует, что там детишки играют. Главное, чтобы в речке не тонули. А то родители расстроятся. Отлично. Упирает руки в бока с вызывающим видом. Да и посмотрим, что у тебя тут. Хитроумие. Вскрываем замок. Хитроумным способом заходим в дом. Непонятный старик. Что у нас тут? На старой измятой бумаге написан список предметов. Основные вещи нужны для ремесла, починки вычеркнуты. А вот большинство пунктов наименования продуктов нет. Опа. Железный слиток. Добрый вечер. А вот и старик. У вас за спиной из дома выскакивает старик. Тварь безродная. Он пытается прогнать вас заостренным концом посоха. Пошла вон. В одном из этих бочонков я обнаружил железо, скованных горным. Я жду объяснения, старик. Старик тычет посохом во в лицо. Вечно молодняк пытается командовать стариками. У меня никакого выбора не было. Две недели назад появились какие-то чужаки. Заявили, что они на стороне гвардии Вендриенов. Но я их тут раньше не видел. Он со злостью топает ногой. У меня не было выбора. Эти так называемые борцы за свободу угрожали меня убить. Если я не подчинюсь. Селяне, которые заставили тебе помогать в гвардии Вендриенов, это как подозрительно что-то. То есть, Матане пришла за железом? Не совсем. Она на него случайно наткнулась. Как и ты, когда пришла помогать укреплять деревню на случай нападения. Удивилась, конечно, но обрадовалась. Ты хоть слово слышала из того, что я говорил, мать твою? Или у тебя уши дерьмом забиты? Рот его дергается, капли слюны брыжут на вас. Я именно это и твержу. Не хочу я участвовать ни в какой дурацкой войне. В любом случае, ты все знал. Опальные тебя накажут. Ладно, невежество упрямо, тебя спасли, заберу железо, ты можешь оставаться тут. Опальные накажут. Нет, прошу тебя, они же меня казнят. Об этом надо было думать раньше, а не закрывать на все глаза. Старик хватается за голову, тихо скулит. Расстроил старика. Так, вернуться. Вот теперь можно возвращаться. Так, запи... А, свиток сил! Е! Давненько свитков у меня не было. Свиток. А я же могу и этот прочитать. Да! Изменяющий показатель брони цели. Раз. Это вот новая, новая тема. В Пиларсе вообще такого нет, в Балдерс Гейте тоже там близко нет. А, я уже знаю этот... Сигл. Ну, в общем, тут есть некая возможность сконструировать заклинание. То есть, вы берете некий ключ. Это стихия. Сейчас у меня есть, например, льда. Есть ее выражение. Три выражения. Это... Единичная цель. Это... Цель на расстоянии. И вот новый, защитная форма. Выражение используемое для создания заклинаний. Броню цели. Берем, например, броню. Смотрим эффект на союзников минус пять к броне. А, электрический дробящий. Ну, плюс четыре к ледяной рубящей. И можем еще к этому добавить штрихи, которые там либо увеличивают точность, эффективность по одной цели, добавляют АОЕ, дает эффект там чейнг-лайкнинга. То есть, конструктор такой своеобразный получается. У меня знание 62, а тут особо ничего не на... не сделаю. Не, я хотел на текущие эти... взять просто... взять более козырный вариант этого спула. Только с каким штрихом? Длительность вряд ли. Длительность этого, видимо, только заморозка. Будет работать и все. Пять и шесть, а тут на пять. Четыре, пять, четыре. Нет, от этого заклинания мне нужно... нужен урон. Или точность. Или область действия, кстати. Десят пять. А какой там получается АОЕ? Радиус два метра. И... урон в одну цель. И АОЕ урон 15-23. Тоже заморозком. Так, это увеличивает range. Это увеличивает точность. А интенсивность что? А, можно два делать. А-а-а-а. Штрихи-то можно тоже комбить, если знаний тебе хватает. И я офигею, дорогая редакция. Вот это да. Но я недостаточно опытный для таких вот тем. Ладно, возьмем... Пока вот эту всю... всю фигню уберем. Сделаем ледяной шип. На АОЕ. Как быстро понять, сколько на штрих нужно? 70. Ну, фиксированные, не фиксированные. Да, фиксированные. То есть по 15 на штрих. А, нет. Вот, например, этот без... без... десяточку всего стоит. А интенсивность? интенсивность жесткая. Расстояние 8, расстояние 10. Такой же большой прирост. Но вот его можно будет в следующем штрих добавить. пока сделаю АОЕ-шечку. Вместо предпоследней... Еще бы выкинуть эти каким-то макаром. Должно быть несложным. Так вот. Эть. Эть. Нет. Это типа по одному жестко. И там область действия тоже есть. Почему радиус 1 метр? Я не могу понять. Какого... Два метра. Я не то выбрал. То есть нужно брать заклинание. Оно не попало сюда в список. Радиус 1 метр, 1 метр, 1 метр, 2 метра. Вот оно. Ставить сюда. Так вот. А дедам тоже свитки изучаем. Кстати, да. Но он знает. Что-то. Но у деда с сознаниями какая-то беда. Вообще-то. И у него нет пока ключа этого сигла. Видимо, нужно найти. Так, возвращаемся. Четвертый уллайбл получили. Там даже кто-то в пятый метит уже. Продвигаемся. Все пока хорошо. Квсты выполняем. Правильные... Правильные отношения получаем. Теперь надо вернуться. И сдать железом. А, тут ему может точно такие ледяные дать. Да ладно? Серьезно? У него 51 знания-то есть. Давайте попробуем реально ему дать что-нибудь. 51, правда, блин. 55. 45. И давай длительность. Хорошо. Теперь, по крайней мере, у него будет еще альтернативный спелл. Когда ему не с руки надо будет бить, а... Это очень хорошо. Так, я в лагерь опальных возвращаюсь, потому что именно туда мне нужно... ...отправиться, чтобы сталь сдать для начала. Плюс еще к кархонам зайти. Да, что-то я не подумал, что дед у меня тоже может поколдовать. О, у меня хитроумный есть. Могу наконец открыть. Ограбил. Покажи товар. У него было пару... Да, но тут... Хорошая медалька храбрости. Я, конечно, могу сбагрить что-нибудь, посмотреть, насколько мне хватит. Еще после лавлапа я могу навыки сейчас повысить. Между прочим. Радать торговцу словно посох-доспех. Так, у меня было в инвентаре еще что-то никчемное. Посох сбагриваю, булаву, капюшончик. Здесь старый лук, перчатки. Вот этот должен дорого стоить, да? 19, да. Вот уже смогу для танка купить храбрость. Вроде нормально. На 51. Продали. Беру этот герб. Я понимаю, что может он не такой важный, но помню, что в пиларсе мне наличие страха и испуга очень сильно мешало. Лучше этот герб купить. Опа, что такое? Кто это у нас тут? Я ухожу и забираю то, что мне принадлежит, ничего плохого не делал. Ты кто такой? Я приму это к сведению, теперь я пойду. Нет нужды беспокоить о вас боли. В окружении четверки опальных, плотно сжимающих его со всех сторон, боец алого хора, прижимает к груди шлем опального. Он бледен, весь дрожит, с трудом выдавливает улыбку. Ладно вам, парни, не надо так дергаться. Ты можешь уходить, но шлем останется тут. Солдат передвигается, нависая над хористом. Мы не любим тех, кто ворует железо, так что, если ты надеешься уйти отсюда без спорки, ты очень ошибаешься. Промолчать. А если вы считаете, что это я украл, то ошибаетесь вы. Боец еще сильнее вцепляется в шлем. Я отнял его у поганого к лету преступника, это он украл его у вас, добычи по праву сильного. И что же, ваше право крепче моего? Сомневаюсь. Он бросает взгляд поверх голов опальных и замечает ваше присутствие в глазах, вспыхивает интерес. Вершительница, ты можешь меня выслушать? Эти громилы из легиона на меня нападают. Заметив фугу, он смаргивает и приветствует ее почтительным кивком. Не делай вершительницу соучастием кражи. Броня опальных собственность легиона. Ты не имеешь права брать ее. Ну, конечно, поддержим их, даже если они неправы, потому что, блин. Помогаем. О, если вы так считаете, что я готов... Но я готов представить... Предоставить решать вершительницу и вам советую, если вы, конечно, уважаете правосудие адью... Адью... Адьюдикатора. Сейчас мы его... Если надо выбирать драться или судиться, тогда я, конечно, тоже готов принять решение вершительницы. Так, я готов вынести решение сразу. Опальный оборачивается в ожидании. Это шлем реликвии легиона должна стать у опальных. Ха-ха-ха. Классно. Мудрое решение. Конечно. Еще бы. Чего я спрашиваю, если я ждал? Прав пятый глаз. Вы все против нас. Забирайте свою дурацкую кастрюлю. Протолкавшись между опальным мехаристом, в ярости уходит, покидает лагерь. Что у нас там по отношению вообще? Я же... Вот еще одно и уже будет защита щитом какая-то. На 80 единиц Сейфовенько Так, пока не забыл Я сначала повышу навыки Вот у этих товарищей за баблом Там три диалога еще висит Так, мне нужна тренировка От Маркуса пробуем сначала Одноручное оружие На пятерочку В том лагере хорошо все Но фуги не нужно ни то ни другое Поэтому пока закрываем И пробуем добиться Улючи Уклонение атлетико метательное оружие Метательное можно, конечно, этим выучить Но Я бы уклонение получился Хотя она ранжевик Ранжевик Или атлетику качнуть нашему товарищу Так, атлетико у нас на что влияет? Можно поинтересоваться? Атлетико Атлетико что, это базовый навык, что ли? Стойкость нет Конечно же нет Атлетико это что-то Клонение, блин Вот она, атлетико Способность персонажа к перемещению По пересеченной местности Выполнение сложных движений в бою В разговорах для запугивания Что-то мне особо не нужно Хотя что значит сложные движения в бою? Да, возможно, лучше во второй лагерь пройти Там нужны навыки Так, далее я сдаю квест к кузнецу Рассказываю про железо Сдаю железный слиток Вот оно нам повезло, что клетопреступникам много не досталось Косарик далее Благосклонность увеличивается Ты даже не представляешь, как я рад, что мы его вернули Я непременно расскажу командирам о том, сколько ты сделала для легиона Покажи товар И задание выполнено Так, ну, насколько я помню У него ничего толкового не было Так, хитроумие знания парирования Что-то там мапнулось Вечер добрый, Шаркатак И чатику привет От атаки акул Так, давайте с Аше поговорим Вроде как я могу ему сдать квесты Архонт войны издает длинный вздох Изучая карты и фигурки на его столе Он оглядывается через плечо И лишь мельком взглянув вам в глаза Хмурит лоб и возвращается к своим размышлениям Когда я получил послание, в котором говорилось Что поджигательница прибудет в колодец Я подумал, что мы наконец-то спалим этих гребанных свиней Но нет Глупо было рассчитывать на такое Поклониться Архону, можем мы поговорить Поскольку ты отдала опальным почти год своей жизни Чтобы распутье Литианы выпускало железо для нашей войны Это тоже как раз момент, который В начале игры, который предопределил Вот, собственно, наличие такого диалога и отношения Чтобы распутье Литианы выпускало железо для нашей войны Думаю, небольшой разговор Это меньшее, что я тебе должен О чем ты хочешь спросить? Так Мне нужно знать, почему завоевание нескольких жалких ярусников Такая невозможная задача Длинный вздох разглядывает вас нахмуренным лбом Дело не в том, что мы не стараемся Несколько месяцев назад, когда Хор Все еще стекался в долину Я отправил передовой отряд прямо к цитадели Они даже не перебрались через реку Матани Или они даже перебрались А нет, не перебрались Из опальных никого не осталось в живых Разведчики Хора не наблюдали эту ситуацию Поэтому я очень мало знаю о том, что произошло Только то, что они умерли быстро Теперь мне недостаточно солдат И нужно больше войск Они медленно стекаются отовсюду И, наверное, я виноват в том, что ждал, пока мои войска Обретут подавляющее большинство Вместо просто достаточной численности Мы ему никакой квест не сдаем Поэтому отдаем Во славу Кайроса Архонт войны стучит рукоятью Своей палец по земле Чтобы подчеркнуть свои слова Потом возвращается к картам Так, давайте Во-первых, в лагерь можно реально вернуться И вернуться к завоеванию внешней долины Отправиться в крапивные дебри Оценить ситуацию Как раз задание, кажется, от Алавахора Щиты посмотри А я щит... А, я щит, кстати, могу менять У меня щит еще не алло Не, ну в смысле, он базовый Реально щит, хорошо посмотреть Осадный щит Единственный, пожалуй Давай Что у тебя Щитопальных Обычно тут качество выше Парирование значительно больше Уклонение меньше Выносливость больше Ну тут, видимо, кругленький Поэтому парирование там В смысле, поэтому Уклонение больше Затем нашечку покупаем Ну что Подождите, а зачем Вы этому хотели щит? Деду... Дедуля Я хочу этому заменить Дедуля Это ранжевик ему зачем Реже будет бить В основлении, видимо, это Изменение кулдауна Но выносливость Парирование все-таки Да и кажется там Да, выносливость Парирование Выносливость Физическая боль Оглушение Парирование Используется для защиты От атак и заклинаний Чем выше, тем меньше Урон наносит Да, это то, что нужно нам Для танка Такого плана щит А я не знаю Как здесь сменять Скорость игры Прошлые ходки Не работают Поскажите, пожалуйста Да, деду, кстати, можно Дать кругленький Старенький щит Как бы ей не жалко Пусть Хоть что-то будет Правильно? А как здесь можно Скорость сменять? Поскажите, пожалуйста Еще разок Я... Мне бы пригодилось Посмотрим Может здесь еще есть Нет, здесь нет Ничего Кроме Шлема, который Я в прошлый раз купил А, ну, пад плюс-минус Да, неудобно Так, сначала Валайхор Для того, чтобы Навыки нужные Выучить в лагере После каждого левела Есть возможность Зайти и выучить навыки И надо, кстати, пользоваться После каждого левела Ходить И учить по пять навыков Вообще плюс-минус Но лучше на С и Д Пере... Да, лучше перебиндить Сейчас посмотрим Управление Ищем плюс-минус Вот, замедлить Ускорить Замедление Сдвиг камеры вниз Да Сдвиг камеры вниз И все равно Другим пользуюсь Ой, хорошо как, а Побежали Тоже две скорости Пятый глаз Но мне особо не нужен Можно поговорить, конечно Вдруг там что-то изменится Но я хотел бы поучиться Сначала посмотрим По торговле Что есть Подрошитель есть Бронзовый кинжал Кожаный доспех Кожаный доспех Собираем И перчатки Это есть И шлемак Торгуем Кто у меня чаще всего Будет в мили Ходить Наверное, все-таки это С луком в мили Конечно Тебе, наверное, стоит Повышать защиту Как саппортом Тебе же Хуже перчатки Правильно? Да, хуже Только по восстановлению Выигрывают И вообще базовые Поэтому Я там ничего не понизил Все вообще Так Вот Рэг и Баз О чем-то перешептываются Тоже лихорадочно себя чувствуешь? Ну да Рэг нервно потирает печо Сразу после того Как воительница Провозгласила Дикт Кайрос У меня под кожей Словно что-то Все время ползет Они замечают Ваше приближение Глядя на вас С непонятным выражением На лицах О, вершительница Мы тебя не заметили Так, давайте Чем можешь научить Чему можешь научить Луки Парное оружие Ну, я, наверное, возьму Все-таки луки Отлично Так Это Раз Закрыли И Давай У второго Опа Знание можно апать Знание Такая халява Жесть Надо на каждом уровне Приходить апать На каждом левле Как быстро Знания апаются 67 уже Господи Я готов Новый спел Блин Заточить Давай-ка Раз Давай-ка Два Что у нас там Усиление, да Какое-нибудь Интенсивность Интенсивность У нас повышает Что Силу Заклинания Большинство Воздействий Отлично 50 Еще накинуть Можно на 15 Либо область Действия Либо Длительность Либо Точность Точность 65 Точность Плюс 15 Промахиваться Вообще Не будем И тогда Чаще Замораживать Вообще Будем Да Давай Вот так Назначить Вместо Первого Надо Сейчас Выбирать Будет Ставить Вот как Можно ли Как-то Убрать Заклинание Которым Я не пользуюсь Вот из Этого Списка Удалить Можно Раз Удаляем Ну чтоб Не путались Вот это точно Это тоже Удаляем Оставляем Один Такой И Пожалуй Один Такой Сейчас второй Сделаем Пожестче На ОЕ Скажем Давай Раз Раз Говорю Два Говорю Область Действия И Еще Десяточку Интенсивности Не хватит 75 Не хватит Расстояние Не Ну расстояние Особо не нужно Тебе Длительность Тоже не хватит Точность Тоже не хватит Ладно Тогда с одним Похожу Так Ты тоже Апнул У нас 55 Ну давай Тебя Тогда Назначим Хорошо Теперь Смотрим Что мы Можем Накинуть А у меня Штука Одно Из дополнительных Удобно Все равно Там кулдаун Общий Так А у тебя Два Как было Так и есть Да Хорошо Вот Обязательно После левелапа Сюда вернусь Обязательно Кто такая Заупокойная Не общался Ты Это звучит скорее Обвинением Чем вопросом Широкоплеща женщина Хмурь скачает Так значит Ты вершительница Судеб Тунона Я думала Ты как-то Позначительнее Несмотря на очевидной Недоверенность Клонится вам Заупокойная Алая фурия Пока ты меня забавляешь Я буду с тобой говорить Крутит в руке Бронзовый меч Давай сразу Унесем ясность Занимайся своими речами И законом А драки оставь Взрослым дядям И тетям Если твой труп Будет тут на дороге валяться То кто-нибудь Об него случайно Споткнуться может У нас и так Хватает кретинов Желающих умереть На поле битвы В последнее В поле битвы Точка В последнее время Новобранцы Орды Горятся только на дно Городить из Засранных трупов Здоровенные баррикады Она что-то напевает Про себя И ловким движением Запястье перебрасывает Меч из руки в руку Если так и дальше пойдет Придется в очередной раз Сделать строже требования Для рекрутов Итак Что тебе нужно Оскорби меня еще раз Я воткну этот клинок Тебе в живот Давай Уалый хор Оценивает такие вещи К сожалению Может в освершителях Все таки что-то есть Как тебе армейская жизнь Чудо из чудес Ем что хочу Сру где хочу И убиваю кого хочу А иногда даже все вместе Она вам подмигивает Я сюда попала Благодаря Особому энтузиазму Я Алая фурия Ветеран Даже награды есть Но я хочу повышение И если для этого Надо завалить Десятника То я не постесняюсь Прикончить кого-нибудь Крупнее меня Фуга говорит Это ничего Что они крупнее Главное Чтобы ты сильнее била Мудрые слова сестра Вот и пообщались Прощай Так По квесту Отправиться В крапивные дебри И оценить ситуацию Вот они Почему еще не умер? Главное Нащупать имбу Обузить ее Будет конечно Ой Стоп Притворщик Уже настораживает их Даже имя настораживает Понимаете Их количество Согласуется с Точельник камень Здоровье Плюс 35 Надо с бутылками Разобраться Я попил Довольно Много всего Мне бы Накидать Новые бутылочки Стоп Два Давайте сюда Четыре Тебе Один Еще вот так Вот у всех должны быть бутылки У всех должно быть питье Еще есть кстати Резурект Зелия воскрешения Вообще каждому нужно По зелия воскрешения Дать А зачем мне его Стаковой Непонятно В сундук Зачем-то отправил Так Секунду Я выпущу Ай Так как Как Альт Альт Я сначала Через шифт сделал Раз Все У всех есть По зелию воскрешения Изейшая Ну что Поговорим Вызываем своего Грамотного переговорщика Добрый день Притворщик говорит Подкрепление Наконец-то Давай сюда Нам надо Воинхоров Скидывает В приветствии Покрытые татуировками Руками Но внезапно На перемазанной краске Краской лице Проступает Недоумение Барик Олег Это Странное Очень поздравление Очень странное Я уже По этому поводу Говорил Сестра Сестра фуга И чем же Мы заслужили Твою помощь Нет Притворщик Это нормальное Название В смысле Имя Это не Видимо Прозвище Мужчина Издает смешок Но тут же Вздрагивает И прижимает руку К рту Вспомнив о том Что надо вести себя Тихо Голос понижается До резкого шепота Неплохо Мятый глаз Пошутил Что прислал Сюда тебя Фуга Бросает на него Ледяный взгляд Но ничего не отвечает Вы знакомы? Этот раньше В моей стае был Потом Заупокойный Сбежал Свинья Бессовестная Даже не набрался Смелости Вызвать меня на бой За право уйти Барахлишко Собрал и слинял Поджав Трусливый хвост И правильно Сделал Сколько бойцов Ты уже потеряла Он поднимает Руко сдерживая хмылку Извини Я не имел ввиду Что ты их всех Сама убил Наверняка Хоть кто-то помер По собственной глупости Похоже Заупокойное Не вняло Моему совету И Не оскопило тебя Чтобы ты Наконец Стал потише Фуга Обнажает оружие С стремительным движением Схватить Притворщик Казаши Извинись живо Атлетика О И экспу дали Вы делаете Быстрый Уверенный Шаг Вперед Хватайте Притворщика За шею Прежде чем Он успевает Увернуться Он теряет равновесие Когда вы сжимаете Его горло Упирается руками Пытаясь вас оттолкнуть Наконец Он вырывается Из вашей хватки Отчаянно Хватая ртом воздух И растирая шею Прошу прощения Госпожа Фуга Я не Не хотел вас оскорбить Кто бы сомневался И мне на тебя плевать Главное Не забывай Ты не настолько Крут Чтобы делать Это в открытую Ха Она принюхивается Бросает на него Мрачный взгляд Приведи себя В порядок Приношу извинения Я уже Которую неделю Тут в глуши И кого старше Себя не видел Забыл свое место Пес Их лагерь Там Чуть подальше Он указывает На северо-восток И мы Последние пару дней Присматривали За ними Несколько человек Пару часов назад Ушли То ли за едой То ли в дозор И еще не вернулись Можно сейчас Нанести удар Пока их силы Разделились Какой в твой план Я потерял Две ватаги В горах Мы много дней Сидели на Половинных пайках Так что Пока не дождемся Подкрепления На победу В бою Рассчитывать С ним приходится В общем Раз уж ты здесь Думаю мы лучше Отойдем в сторонку Поглядим что будет Может в сумятице Чего и рвем Для себя Эй Слышишь Струсил Драться не хочешь Да уж Она тужно смеется И вращает глазами Если когда я стану Рисковать жизнями Своей ватаги Это будет ради Чего-то более Стойчивого И внушительного Слышь Мы с моей ватагой Будем поблизости Когда ты пойдешь В атаку Мы присоединимся И поможем Оттаскивать пленных Не волнуйся Я всем расскажу Что основную работу Проделала ты В бою Ожульничать готов Но с репутацией Не шутят Какой он сын Короче Задача Отыскать Капитана Повстанцев Колченок Сказал Что не рад Хочет взять Капитана Гвардии Вендриянов Живым Живым Картан Давайте Осматриваться Потихонечку Наверняка Что-то есть Поблизости Опа Тут Забаррикадировано А вот Они Враги Я же не могу Сюда Дойти Не могу Как могу Вокруг могу Ладно Только Аккуратно Прошу тебя У тебя Одна жизнь Она Как бы Она Одна Так Тут Ничего Опа Вот Как мне Там Посмотреть Может Как-то Камеру Повернуть Видимо Как раз С и Д Был Поворот Камеры Ну я Не могу Я Что-то Заметил Я видел Что там Лагерь Есть Но Так Настройки Управление Камера Вправо Сдвиг Камера Вправо Нет Это Просто Это Именно Сдвиг А Ну да Нужно Приблизить Просто Ну Бас Поехали Опа Бронзовый топор Хорошего качества Точность урон Привал есть Кстати Привала не купил Вася 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 После истощения Разъедающий урон Не моя школа А вот и первый Пак Пачок Ну я торжественно Открываю Оп И Помним Про то Что у нас Есть Замечательная Сейчас Возможность Уже С Меньшей Скоростью Так Давай Кам Так Ты Па Парам 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 Пам Сначала Вяжись В драку Через Спецспособность Ну вяжись Ну ёп Парасетет Ну кто-нибудь Как он Почему он не Застопил то ее Ладно Давай Сразу Начнем Есть Затаунтил Хорошо Теперь еще Дальнего Таунти А мы Начинаем Месить его Заклинаниями Защиты Никакой Стоп А если у него Минус Парирование Уклонения Давай еще раз Значит Парирование Это физушка Да А уклонение Это как раз Защита Луков Заклинания Дальнего Боя Вот Особенно Важно Особенно Важно Цель По которой Мы собираемся Концентрировать Огонь Сначала Протаунтить Да Раз Двадц Вот Уже Похорошело Человеку Консервит Затаунтил Не подходит А почему Моя подруга Не стрельнула Вслед Этот подошел Слишком близко Ну бас Просто бей У тебя там Двойные атаки Можно В общем-то После выстрела Джайан Кейп Давай Оп Бакшет Больно Да Пойти уже С комбо На дальнего Ты просто бей Минус один Мы его тут Там ловушка еще Чуть не напоролся Сбили с ног И достаточно быстро Сейчас мы его Заковыряем Из лука вплотную Это наш Наш стиль Почему только я Не заморозил сразу А то Изейшая Просто изейшая Левела будет? Если разминируем Будет Кстати Да Класс Так Пятый левел Уже получила Наша подруга Мы ее Скорее всего Продолжим качать На луки Я уже успел Забыть Что нам нужно Для луков А урон Я в прошлый раз И прокачал Да И прокачал урон Ну точность Понятное дело Точность на троечку Но на урон Влияет только Только характеристику Вот это базовое В принципе Нет Давайте урон По навыкам Я же не в лук Пошел Вообще Дурак Ну хотя урон Там точно нужен Тоже нужен В дуэль анти У нее появились У нее появились Новые обилки Насмешку мы игнорируем Хотя нет Почему Насмешка это Да Ну это да Это таун Своеобразный Только с уроном Стремительная ошибка Фуга Контратакует Противника Промахнувшегося В ближнем бою Держать оружие Ближнего боя Увеличивает урон При использовании Парного оружия Менять с местами Сцелью Пронзает обоими Клинками Еще не поздно Двинуться В лук А серия убийств Работает Только на Да Не надо лук Короче Надо в мире Идти уже Взбиваем Меняемся Местами А на сколько Урон 15% Не только Меняется Местами Но еще Урон Наносит И горение Идет Кровотечение КД правда Конский Конечно Контратакует Промахнувшийся В ближнем бою Это интересный Навык Мне нравится Только нужно Выкачать Стоп Прежде чем брать Давай посмотрим Что у нас с уклонением Получается Промах Это же У нас уклонение Да Пофиг Ну Можно Подсказку Ага Уклонение Используется Для защиты Атак Из луков Заклинание Дальнего Боя Нет Может Это парирование Да Вероятность Промаха Парирование Нам нужно Парирование У нее Стоповый Навык Поэтому Скорее всего Возьму Смертельную Ошибку Хотя Блин Не ее Атакует А танк Атакует По идее Должен брать 15% Бонусного Урона Для парного Оружия Если Посох Одноручный Почему бы Не поставить Джани Он Не одноручный Не уручный Насколько я помню Мне так Не нравятся Эти фиксированные Вещи Типа 15% Вообще Свинья Навертели Хороший Навык В том Плане Что Можно Подсовывать Под Танка Каких Нибудь Ранжевиков И вообще Отказываться Рядом С Ранжевиками Давайте Я свинюшку Пока Навертель Возьму Посох Кажется Да Он Двуручный Сейчас Хорошо бы Ей Пятым Левелом Сходить Еще Поучиться К тому же Самому Навыку Парного Оружия Вообще Нужно Оружие Парное Поменять Нет Ничего Более Удачного Чем Эти кинжалы Убоги Если Было То Я уже Продал Ё-моё Там Народу Четыре Человека Стоят Что За Игра Тирани Хорошая Игра От создателей Пиларс Официалити Проблема В том Что Там Народу Вон Четвертый Мешury Четвертый Рая Тиракшен Ладно Ловушка еще Так, и может быть тогда Возьмем стойку другую Бонус, корона, типа А, не, к уклонению можно взять Или к... Но к уклонению, типа, не поможет, да? Да Дальний бой Хотя, может, урон снизит Двадцатка Так, берем оружие, пока луком стреляем Или, подожди, давай не луком А сагрим просто Магичкой С заклинанием хорошим Что-то не нравится мне, как она подходит, блин Слишком близко получается Уж лучше реально стрельнуть разок Ну, стрелять-то будем? Алло Ну, понеслась Понеслась С чего же я начну? Я начну с саппорта Который апнет бронь раз Начну с Мага, который апнет бронь два С танка, который На себя Возьмет урон Здесь меняем оружие Ну что, давай тогда комбу На снижение защиты Ой, ганец сразу ко мне Стелепортировался Его в первую очередь Надо, конечно, убивать Так, ты, пожалуйста Пожалуйста Работай по этому Упыриожим Танк там получает Серьезно Щит мы на него поставили Раз Поставили два Сила живучесть А, под саппорта Пошел Мы у него еще не сняли Комбой Вот, сняли Все, таун пошел Раз Лязг железа Соответственно Стоит или не стоит делать? Пока, наверное, не стоит делать Я понимаю, что я получу бонус К этому Но пока и так Все завязаны Поэтому работаем Можно телепортнуть сюда лучника И окажусь тогда Но я не знаю, что там дальше Там может быть еще враг Вот это проблема Самая главная Со всеми этими телепортами Сейчас концентрируемся На сниженной защите Этого Раз Может второй раз пробить Да, давай пока ледяным шипом Пока у него защита низкая Танк молодец Танк держится Михаил Какого хрена ты не проатаковал Уже саппорт успел проатаковать А ты все тупишь Бавчики, бавчики, бавчики Поехали Можем замутить комбо здесь Хотя он и так замедлен Не, давай замутим комбо А ты уже А он сам парирование сделал Вот Смотрите, какой красавчик Почему ты не это самое Комбо, комбо, комбо Есть, подножечка пошла Тут просто удары Ты у нас сделаешь Регенчик здоровья Скорее всего тебе Пуга Ну, они там стреляют Ранжевики И даже с учетом того Что я уклонение апнул Против ренчатак Все равно получается Давайте попробуем Все-таки прыгнуть Мне кажется, что пора Этот при смерти Не будем трогать Попробую замедлить Сначала этого упыря Ну, хотя А, там ловушка забыл Умирает она Так, давай не будем рисковать Делаем сразу резурект Бутылочкой Пропиваем сразу выносливость Еще Этого заморозили Этого, наверное, стоит просто посохом пробить Не тратя заклинания Надо подойти вплотную Чтобы воскресить Есть, убили Хорошо Хорошо А, у меня был уже резурект такой С кастом Так, ладно Давай тогда Дальнего попробуем заморозить Продамеджить Фуга возвращается к нам Пропивает сразу выносливость Мы ее еще подлечить попробуем А, нет Это комбо Блин Глупость сделал Глупость сделал Она пропивает выносливость Хорошо Шампурчик пошел Подруга, ты наконец-то будешь вообще работать? Она... Что с ней? Че просто стоит, ждет? Видимо, КД был какой-то А где шампур-то? Я... Я же эту... Свинью-то не просто так взял А, он вот так Она вот так меняет Местами Господи Не впечатлило вообще Но он, конечно, там погорит Получил урона Бла-бла-бла-бла Пробивай Блин, там не саппорт убивает уже Он только-только Бутылку откатил Вот, рейнджевики наносят больше всего урона На самом деле Так, по наблюдению Поэтому врываться и туда что-нибудь Как-нибудь Выключать, в общем, их Это занятие важным Так, посохом урон Едва попадает На бронение уже Товарищу Себе добавляем силы Живучести Лечим еще Попробую Сталинтить дальнего Откатилась заморозком Лучше на Здорового абсолютно Попробуйте ее сделать Там, правда, рейндж вообще не тот Простреливает всех Вообще класс У этого ранения Всего лишь Всего лишь, блин, ранения Понимаете? А у меня тут люди уже умирают Сейчас второй погибнет Ну ладно Ты при спорте уже Глядишь, успеет Да, успевает Выхилится О, давай-ка ультанем Вот Ультанем вместе Чтобы Главному герою Восстановить хп Как же долго Ой, пятый левел получил А, он А, он Он себя не лечит С этой способностью Просто из-за того, что получил уровень Да Да Неврешительница ускоряет Угу Пятый уровень При смерти Тяжело ранен Ранений нет Ну, пытаюсь Заморозить дальнего Пытаюсь Все-таки Убить Этого Добить Ближнего Заморозка Не проходит В очередной раз Я уж не знаю Что делать Так, давайте Саппорта Щит дам Нет, не саппорта Себе надо было Щит давать У меня начали уже Да хватит Бутылек Не перебивает Последовательность Кстати Так, там Забрали дальнего Давай-ка ты лучше Наверх его пойдешь Ну, вроде все При смерти ранения Могу сейчас убить Он остался один У меня тяжелое ранение Все, все понятно Как он простреливает Вот лучше не стоять На линии против лучника Это уже Попробую оживить Доток Вдруг их вспомни Не дадут остальным Так же восстанавливает Он не смешает Только вплотную Умой И еще один левелап Наверное, стоит вернуться в деревню Там три левела по пятых Мне бы Встаем, ребята Но я так не потеряю В навыках Плюс Сейчас, если делать привал То мне всего один привал остается Короче, я лучше этих Обшмонаю Но пойду уже Пойду лучше В этот В лагерь Да близко Я не хочу рисковать Понимаете Потому что Потому что Нельзя будет сделать лоуд Я взял на себя Какую-то Ну, на самом деле Так даже интереснее Рано или поздно-то Я умру А просто когда И этот эффект Нельзя в одну линию С противолочником Так я Две минуты назад То же самое сказал А, и Тот же самый момент Строится Так я уже На последнем Это забил вообще То есть Не воспринимал его всерьез А он все-таки Умудрился Так, давайте Начнем с прокачки Все-таки У танка У танка Продолжаем Наверное Здоровье апать Все-таки По навыкам Открыты новые Новый левел Ляск железа Придает сил Ближайшим союзникам На короткое время Давай бонус По броне 20 секунд Там опять же Кулдаун 30 секунд Поэтому Это хорошая Хорошая тема Бывалый солдат Еще больше Количества Но это пока не нужно Еще плюс 2 Эффект щита Стена щитов Эффективность щита Плюс 40% Он у меня Постоянный Со щитом Вопрос Сколько дает Относительно Общая защита Щит 25-20 Уже даже этот То есть Он где-то Треть защиты Дает вообще Мне Это неплохо Ну если Треть на четверть Увеличить Это конечно Немного Но в перспективе Щит это будет Покруче А здесь Что Барик И ближайшие Бойцы отряда Получают меньше урона Что Это пассивный навык Но Просто 5% урон Это не тот Объем К концу Конечно будет 15 Может быть Это выправить Ситуацию Я бы взял На самом деле Отзыв к войне Просто Плюс 2 к броне Минус урон Сохраняем Универсальная Такая штука Так Здесь У нас Акцент на знании Не обязательно Прям делать Так вот Хотя Если пойдут Школы Они пойдут Сложно сказать Так что у него есть Мы взяли в прошлый раз Резурект Надо выбрать Один из двух навыков Плюс 20 к управлению жизнью Это как раз Получается Так Плюс 20 к управлению жизнью Управлению жизнью Управлению жизнью Навык магии Живучесть, смекалка Опыт Силы жизни Чем больше уровень навыка Тем выше шанс критических попаданий Увеличивают шанс восстановления здоровья Или Печать сохранения Если запас здоровья Союзника снизился До определенного значения Печать восстанавливает Большую часть здоровья И самоуничтожится Мне эта тема на танков Вообще нравится Да не важно на танков Это в принципе Предотвращает убийство Если правильно Останешь Но остается вопрос Что же Что же брать Длительность положительных воздействий Защит и выносливость Да Наверное так И знания апнем С хорошим Хотя На самом деле Стойкость Апает только 1 к 3 Если бы мы Был резон Апать Смекалку Ему Все равно по единичке Прибавляет Как так Но смекалка Множитель Все-таки полтора А стойкость Всего лишь 0,5 Так Не знаю В общем Что ему брать Пока подожду Не забыть Взять у торговца Привалы Не забыть Выучить Верные навыки У них же должны быть Припасы Да Припасы есть Стоит копье Больше взять не могу Передача сил О Свитки Магический ключ Урон цели Мне кажется Есть Такой Она знает Это Я все равно возьму Потому что Может и не знает Ой Передача силы Да Вряд ли Так Посмотрим Но я скорее всего Скорее всего Не смогу Прочитать Это А не Могу Магический ключ Заклинание Увеличивает Характеристики Урон И урон цели А это Бафающие штуки Это вообще Надо было Изучать Ну в принципе Полезная штука Что я наделал Я уже не могу Или можно любым Использовать Я кажется Не тем Просто Езнал Или нет Разницы Кажется Нет разницы Нет разницы Хорошо У нас появился Новый ключ Который Собственно Для Приста Больше Будет Полезен Для создания Заклинания Воздейству На денежную цель Рядом Заклинателем Или Так Рядом Заклинателем Хорошо Начнем с этого Живучая сила Собственно Это основа Которая у меня уже была Касание титана Но есть Несколько штрихов Интенсивность Можем добавить 2,5 Всего лишь Но можем Несколько Смотрите Знание Всего 35 Нужно Расстояние Лесом Меткость Не нужна Длительность Наверное И хотя там 45 секунд Перезарядка 24 Не нужно Хотя Хотя Может быть Аое Нужно Действительно Расстояние Это не дистанция Правильно Нет Дистанция 4 метра То есть Вокруг себя Будет Мне вот Эта механика Нова И очень Интересна Потому что Позволяет Комбинировать Позволяет Делать Самые Разнообразные Заклинания То есть У нас было Заклинание Которое действует По цели Вроде как Задевает Сплэш Но всего лишь На 2 метра Эффективность Такая Это мы Нашли Новый ключ Добавили Выражение Новое Чтобы Вокруг себя Увеличили Эффективность Увеличили Аое До 4 метров Ну Как-то так И Длительность Наверное Выбирать Не стоит Тем более Что мы За пределы Шагнем Знаний Означаем Сюда Вот В принципе В принципе Можем Также накинуть Заклинание Даже более Эффективное В нашей Подруге По холоду Ну Так Чтобы Было На выбор Стоп А если Я поставлю Будет ли Работать Новый Ключ Нет Ключи Работают По-другому А если Мы Возьмем Защитную Форму Это Новый Знак Удача Победителя Эффекты Броня Плюс 20% При запасе здоровья Ниже В течении 45 секунд Накладывает На цель Защитные чары Усиливая броню Когда здоровье Снижается Я бы Вот ее Эффективность Нет Длительная Скорее Потому что Тут 45 секунд Хотя Нет Ты же Сначала А потом Она Опускается Может Опуститься Поэтому Лучше А мы Не сможем Все равно Ее Знаний Не хватает Забиваем Просто Забиваем Так Теперь Навыки По Знаниям Пробуем Выкачать Престом Как раз Вот Для чего Я сюда вернулся В первую очередь Далее Ну не могу Я здесь Главным героем К сожалению Выключить Потому что Он не получил Левел Сейчас мы Попробуем Парное оружие Увеличить Наши Роги Хорошо Одиночное Оружие В другом Лагере Да Изучается Окей Ладно Смущает Меня мигающая Вот эта вот Надпись Что левелап Товарищи Но Давай знания Апать Сила заклинания Защита Пусть будет так Точно Может все таки здоровье Это же саппорт Там защита нужна Семерочку добавит Нехило так добавит А навык управления жизнью А навык управления жизнью С жизнью Соотносится Совсем забыл Прошу прощения Минутки перерыва Субтитры создавал DimaTorzok 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 Офигеть. Я вроде сильно привала не транжирил. О, сейчас нужно бы вообще быть осторожным. О, 6 часов. Ну что, кот? Зря забежал, да? Дверь закрыта уже? Ну, бас. Бесса, облапошили тебя? Думала перехитрить. Забежала сразу под кровать и такая шо-шо. Все нормально, не парсите, хватит времени. Окей. Так, ну, главное, да, в спешке не положить пацанов. Тут целая деревенька. О, это вроде френдли, товарищ. Хотя не совсем, там двое стоят, по крайней мере. Пелокс, Флориан. Слуги-владыки прибыли. К оружию с Фальксом в руке. Готовый к бою капитан гвардии Вендриенов. Мне нужно вживым его взять. Криком отдает приказы солдатам в своем лагере. Там солдатов-то, господи. Пелокс в своем потемневшем бронзовом доспехе с бесчисленными шрамами на руках. На голову возвышается над всеми, кто рядом. Кому дорога жизнь? Бросайте все и бегите. Или вставайте и сражайтесь. Это уже... Меня это тоже устроит. Но я подумаю, что сразу предлагать такое нечестно. Свой красивый синий флаг я забыла в лагере, но поговорить все равно не проще. Нет, сдавайся, и жизнь твоих воинов будет спасена. Сдаться? Тебе и какой-то армии... Какой такой армии? Мы превосходим вас числом. Это тебе стоит подумать, как уклониться от боя. Так. Хор знает, что я здесь. За мной придут другие. Сдавайся. Солгай. Если сдашься, отведу голосом Нерата. У тебя в сапоге может оказаться отравленный кинжал. Если ты сдашься, я и обещаю, что твои люди будут в безопасности. Могу ли я вызвать к твоему великодушию? Давай так. К моему чему? Извини, я и слов таких не знаю. Делает глубокий вдох. Окидывает взглядом своих солдат и медленно вздыхает. Хорошо. Если ты отпустишь моих людей, я сдамся и стану твоим пленником. Вам повезло, что я в милосердном настроении сегодня. Сохраню жизнь всем. Уходите, пока я не передумала. Барри говорит, это что, шутка? Молчи посмотреть. Дай подумай, твои друзья опальные стоят фалангой к западу отсюда. Мы напоримся прямо на них и сдохнем в муках. Думаешь, я так глуп, чтобы на это купиться? Блин, я, кажется, накосячил сейчас. Глупостью будет оставаться здесь, когда прибудет подкрепление. Не понимаю, зачем тебе нас отпускать? Зачем гневить своих хозяев? Да, зачем тебе? Это тебе. Не моя война я здесь случайно? Нет. Мои резоны, мое дело, никому больше ничего. Молча посмотреть, опять угрозы будут. Кайрос не желает править безлюдными пустошами этой войны и так. Да. Страх увеличивается и гнев увеличивается. Что за бред ты несешь? Ты хоть представляешь, как мы будем выглядеть в глазах вендриевских... Вендриеновских шавок. Фуга в ярости распахивает глаза и скрежет зубами. Верность уменьшается. О, невероятно. Я раньше сомневался, что судейский хоть что-то смыслит в военном деле, но после того, как такого убожества сдается мне порог, ожидание придется еще понизить. Нелегка воинская доля. Если клинок не порежет, так сови загрязят. Все это слышали. Время, деньги. Хватайте, что успеете. Бросайте все остальное и сваливаем отсюда. Так, пункт укромная роща. Теперь это выражается на карте. Сибил была права насчет себя. Надеюсь, мы нашли ту, кто нам нужен. Он крепко сжимает вашу руку. Ага, оказывается клочок бумаги. Только для твоих глаз. Блин, что я накосячил, кожись. Так, тут есть щит, кстати, щит. Осадный щит. И сборный железный корсет. Парирование. Сейчас будем выбирать. Так, щит. Выносливость снизится. Все остальное так и останется. Только здесь есть выживший. Минус 15 урона всего, пока здоровье ниже 35%. Ну, плохо. На самом деле. Ладно, давай заменим. Так, а десяточка к парированию. Я взял навык у фуги по парированию. Не взял. Но, кажется, я взял что-то к парированию по... По, типа, минимальным атакам. Не, давай ей дадим. Украшалочку эту. У него и так все. Все ок. Посмотри, отношения. Да, отношения с путниками сейчас серьезные. Страх. Это, кстати, мне верность-то его особо и не нужна. Вот, окаменение. Это круто. Все по плану, короче говоря. Теперь у меня нет смерти с небес. Или ее и не было, я не доходил. Но мог дойти уже. Атли? А что за портрет такой? What? Почему портрет не... Лантри? Почему Лантри, а не Атли? Кто такая Атли? Это с которой я встречался, но с которой не ходил? Прикольненько. То есть она потенциальный мой спутник получается. Сложно. Что, где? А-а-а. Опачки. Ледяное пламя. А-а-а. Берем, берем. Берем, берем. Возможно... Это штрих просто, да? Это просто штрих. Вот оно. Комбинирует урон ледяной и огненный. Заморозка и волшебный огонь. Причем... Длительность серьезно увеличивается. С 4 до 8 секунд. Левопытно. Ну, я, конечно, попробую. Конечно, попробую такую штуку взять. Так, с пылы... Эй, а где? Вот, огненный ледяной. Семерочка. Где-то нужно надыбать экспу. Опачки. Что происходит? А, эти прибежали в упыре. Кстати, может быть и... Моя целого хора, выдохшаяся после долгого бега, влетает в лагерь и пытается что-то сказать, но едва не падает. С трудом держится в ногах, пытается выровнять дыхание. Это еще не все. Патрули утренние возвращаются. Где фалла у хора? Есть. Где ехали-то преступники, мать их? Он земленно озирается... Озирает лагерь. Где... Заметно... Где незаметно никаких следов борьбы. Где капитан? Во имя Кайроса. Где он? Пятый Гладц ведь четко сказал. Ухватить его за запястье, заколоть оружие. А их отпустило. Что? Взбешенный воин хора выхватывает оружие и бросается на вас. Отлично, он делался, он даст мне повод. Так, теперь внимательно. Их четыре человека. Мы работаем. Работаем. Так, у меня же появились еще АУЕшечки, да ведь? Так, для начала прокидываем защиту нашего танка. Это раз. Пока что сделаем выстрел вот так. И нужно на этого обилочку юзнуть все, чтобы на себя привлек. И таунт еще на этого упыря. Так, ты у нас идешь в... Ближний бой с уклонением, наверное, все-таки, а не с точностью. Берешь себе клиночки и работаешь. Нет, ну лучше вот так вот подставить под этого. Далее. У нас касание титана есть уже апнутое. Или у меня что-то было более... Да, 4 метра дистанция, кажется. Я думал, что вокруг. А вокруг цели получается, да? Это хорошо. Можем попробовать сбить одного с ног. А, я щиток и не кинул. Е-мое. А я не знаю, на кого щит, кстати, кидать. Попробуем комбу провести. С этой подругой пока что. Да, давай попробуем. Ой, там на танков все. Тогда щит на него. Это раз. И... Нет, на него только двое пошло. Попробую затаунтить этого товарища. Ну где комба, ребята? Ну, блин. Держись, держись. Можно стирание записей делать. Полминуты будет действовать. Но пока рановато, на самом деле. Хотя я бы... Да, давай сначала ледяной шип. А кого я за... У кого я... Вот, у этого снизил защиту, да? Есть шип. Ну там защиты просто никакой. Поэтому решил сначала шип сделать. Исцеляющее касание. Но нет. Не исцеляющее касание. Здесь мы сбили с ног. Хорошо, подсечка прошла. Дальше пробиваем. Наверное, тебя так. Ты начинаешь уже... Работать по одному. Можешь поменять местами, кстати, верхнего. С этим, с сапом нашим. Исцеляющее касание. Ладно, для себя давай. Попоменял местами. И, соответственно, он теперь по саппорту не бьет. Ну, работай по нему тогда. Окей. Комбинируем урон. Там танку не очень... Прикольно. Хотя он держится под защитой. Тяжелое ранение. Неплохо. Этот при смерти вообще отлично. Ребята... Судают. Этого заморозим. Минус один. Заморожен второй. Какие они молодцы, а? И добиваем этого упыря. Давай с комбо-момба. И левелап, кстати, получил герой. В нашем основном. Вроде все отлично. Ну, кроме того, что она сейчас саппа будет убивать, я попробую накинуть на себя вот эту табилку, что он устанавливает. Да, и сразу лечит, кстати. И сразу деф. Защиту силу и прочее. Убили еще одного. Убиваем там последнего. Изи. Вообще изи. Так, знание не забыть. На пятерочку поднять. Знание вообще ключевое. Такие комбы можно делать. Такие заклинания классные давать. А по-другому их качать давать достаточно сложно. Вопрос такой, ее прибавили зрителей в таблице, почему общий счет не прибавилось? Они считаются сразу, просто не отображаются раз в сутки, насколько мне известно. Или там с каким-то делаем. То есть считаются человек часы сразу же. А обновление... Опять до урочи. Там кто-то из специалистов сказал, как только тебя тикнут зрители, вот тогда ты всех обгонишь. Но не знаю, как работает просто система, поэтому могут только догадываться. Но левел, блин, я не получил. Мне бы еще кого-нибудь увидеть, достать. Вот тут вроде бы уже никого. Шульценгефель. Видимо немецкие учат. Ну кушай. Чего? Так, что-то нашли. Обнаружена на ловушках. Это, кстати, повод... Повод получить экспу. Хотя мне... Хватит, не хватит. Не хватит экспу. Так, ну что, по квестам. Надо присутствовать на встрече архонтов. В... В лагере опальных. Появилась тема клетвопреступники. Ну это уже следующее. Это новая лока, насколько я понимаю. Встретить союз возможный с клетвопреступниками. Но для начала нужно попробовать прибыть к архонту. Потому что времени реально осталось мало. И... В лагере опальных. Мне бы в другой еще лагерь после левелапа. Вернуться. Так-то я все квесты выполнил. И сайт квесты. Основные еще закрою. Основной и последний закрою. Должно еще сдать левелап. По идее. Я надеюсь. Так, пробираемся. Там уже половину левела получили некоторые. Я все слоу почем. О, там маги уже эти. Сгор. Может поговорим? Нет. Надо в шатер, видимо, непосредственно к архонтам идти. А, стоп. Я же здесь пятым левелом могу выучить навык одноручное оружие. Или... Посмотрим. Уклонение можно апнуть. Наверное, уклонение все-таки важнее для танка. Он урон основной не наносит. Ему нужны любые защитные навыки. Поэтому апаем уклонение. Ты с Цевиусом говорил, квест завершил у него. Вроде да. Но мы уже архонов. Я поговорю с Цевиусом. Как можно было доверять твоему сброду? Они же сдадут в решающий момент. У стольких твоих рекордов есть родичи... У скольких твоих рекордов есть родичи в гвардии Вендриенов? Нет уж, в авангарде штурма пойдут опальни. Мы обязаны одержать победу, пока Эдик не прикончил нас всех. Эдик тут как раз четыре дня осталось даже меньше. До того, как я должен... Ну, до того, как я уже огласил Эдик. Короче, все сдохнут здесь. Если не решим проблему. О, ты так молода. Мы прощаем тебе эту глупость. Ты не справишься с обрушением стен без Архонта Камня. И только у Хора достаточно сил, чтобы атаковать крепостные стены со всех сторон. Так что мы станем авангардом. Я опять же... Поддержу... Поддержу наших, короче. Лучше, что можно было ждать от Хора, это чтобы они завалили трупами подступа к стенам. По ним поднялись бы мои бойцы. Укрепление? Ерунда. Пробить клапку не составит труда для моих сколовершцев. Пусть даже у меня их сейчас маловато. Есть одна блестящая идея. Окультисты Каирна. Конечно же, вменяемые достойные доверия ничуть не меньше, чем сам покойный Архонт Камня. Ты видела шпиль в центре Цитадели? Сложно не заметить. Самая высокая штука во всех этих землях. И твои землемаги, конечно же, не сделают такой глупости, как, скажем, сокрушить фундамент шпиля. И чтобы могло пойти не так. Им я доверяю больше, чем твоим насильникам, наемникам, перебежчикам и прочему цирку. Архонт поворачивается и, завидев вас, слегка расслабляется. А вот и вершинительница Тунона. В боевом шатре повисает тишина. Все выжидающие оборачиваются к вам. Наши операции на переправе отголоска и крапивных дебрих прошли успешно. Так почему мы вдвоем не штурмуем зал? Переправа отголоска принесли нам победу. И опальные тут ни при чем. Не-не-не-не-не. Я победила при переправе отголоска, невзирая на то, что хор постоянно стоял. Вот третий вариант в палке в колесах. Ты смеешь утверждать, что хор не бойц особен? В этом нет ни доли правды. Он бьет скиптором по воздуху из маски, доносит рычание мужских и женских голосов. Теперь, когда все в сборе, я жду четких ответов. Алый хор должен был разобраться с клетвопреступниками во внешней долине. И как там успехи? Ой. Да, и правда, что же случилось? Нам следовало бы знать об этом, но мы не знаем ничего. Если мы не ошибаемся, вершительница судеб сыграла в этой операции решающую роль. Пятый глаз просвети нас, наконец. Да, косяк. Надеюсь, пятому глазу не доложили. Это история с множеством загадочных исчезновений. Исчез патруль клетвопреступников. Черт. Потом Пелакс Флориан. Черт. Потом наши лазульчики. Нет. Которых отправила завершительница. Надо сейчас хитро выпутаться. Вот как. Вершительница. Я жду объяснений. Были ли уничтожены клетвопреступники в крапивных дебрях? И почему хору так мало известно об их собственной операции? Может солгать? Так. В крапивных дебрях были клетвопреступники. Теперь их там нет. Извините, что не доставило же их плен. Понятия не имею. Почему хор не осведомлен о подробностях операции? А, это типа вообще отлично. Солгать. Разведчики опальных предупредили. Оу-оу-оу. Операция была провальна изначально. Притворщик и его ватага пытались затеять сварю. Пришлось их прикончить. Во! Хорошо. Вот здесь. Вот отлично. Ложь. Ложь. Гневим. Железный маршал. Как я понимаю, мы закрепились на другом берегу. Матане. Докладывай. Закрепиться на реке. Матане было непросто. Там оказался посланец школы приливов. Он обратил реку против нас. Все те решения, которые мы принимали в этих квестах, сейчас выливаются вот в такие вот последствия. Там сейчас кот в Бэтмена играет. Надо ее выпустить. Сейчас, секунду. Бесс, что такое? Открыть тебе дверь? Открыть дверь? Открыть тебе дверь? Ай. В Бэтмене это когда... Она стоит на задние лапы и показывает морду... Ну, заглядывает в дверь. А дверь стеклянная. И видно только голова черная с ушами. Ну, соответственно, в форме такой тоже. Закрепиться, да, было непросто. Сейчас здесь сложнее. Гнев еще увеличивается нужного мне человека. На побережье мы выяснили, что жители селения отголосок прячут краденное железо. Мерзавцы воевали с нашим же оружием. Понятное дело, мы спалили деревню дотла. Вершительница разумно нас поддержала. Чтобы показать им, как дорого обходится сопротивление. Наш костер победы взметнулся до небес. Его было видно отовсюду. Есть одна деталь, которая так и осталась непроясненной. Что случилось с вражеским капитаном? Она вроде как сумела сбежать, пока шел бой из-за отголосок. По всем полученным донесениям, первое селение оказалась вершительница судеб. Ё-моё! Она оборачивается к вам, склонив голову на бок. Так что же случилось с вожаком повстанцев, вершительница? Поведайте нам. Взоры всех присутствующих устремляются на вас. Солгать я ее нашла. Она была ранена, сумела сбежать. Нет. Я убил ее, кто говорил, но не... Антонио, желчная язва, нет. Давай первое. И Бледен Марк не учил тебя выслеживать раненых преступников? Все верно. Основной задачей было захватить переправу, но твоя небрежность меня удручает. День Кайроса локтя близится, мечей близится, а наши союзники среди опальных и в суде отказываются сотрудничать. К тому может быть лишь одна причина. Грейвен Аши, Тулин, объединись против нас. Вы обманом хотите лишить нас заслуженной славы. Изумрудный след остается в воздухе там, где Архонт отчаянно машет скипетром. Так, и если вы не желаете сотрудничать по другой роли, я отдам такой приказ, как вершительница. Обманом. Сам раз захватить перепираться, мы должны захватить зал Вознесения. Нет, гнев, гнев. На чьей-то стороне? Опальный возглавит нас. Причем благосполненность увеличивается не опальных, а именно от Грейвена Аши. Ты делаешь нам честь, впрочем, я и не сомневался. Это правильный выбор. Опальные стояли во главе наступления с первых дней войны, и теперь нам будет принадлежать победа в последней битве. Наш возлюбленный хор! Мы должны защищать их всех. Что твое тряпое решение принесет всем погибель. Изумрудно-зеленое сияние распространяет Сеатар Хонта, шатир заполняет гул голосов, словно вы оказываетесь на рыночной площади. Скипетр, который обычно вертит в руках, забава ради, внезапно оказывается занесен для удара, точно дубинка. Ты осмелишься причинить вред мне и нашей гости? Воздух потрескивает от напряжения. Он заносит молот для удара. Да ладно! Стоп! Клянусь Кайросом. Это значит война. Как мы до такого докатились? Ё-моё, замес пошёл. Вы приходите в себя и видите, как Грейвен Аше ударяет кулаком в вредеющий зелёный туман. Там, где только что стоял. Блин, я не повышу навыки по знанию сейчас. Жесть! Ты уверен, что желаешь войны с Хораном? А какой у меня выбор? Ясно всем, что голоса не рад и тщеславие готов подставить нас всех под угрозу. Война закончена, кому-то придётся править Ярд. Ну я так и хотел, чтобы те положительные, отрицательные, но я не хотел, чтобы он умирал. Хотелось, чтобы просто он дулся и всё. Мы захватим. Да, мы наконец избавились от лживых союзников, можем атаковать Стадель. Точно зная, кто наши враги, а кто друзья. Само собой, в этом славном бою опальные нуждаются в тебе ещё сильнее. Пожалуйста, поговори с Железным Маршалом. Она выложит себе наши планы во всех подробностях. Зелёные гиперссылки в тексте — это общение телепатии. Чего не читаешь, на них нужно кликать, читать, что голоса говорят с помощью телепатии. Там весело было. Я вначале читал, а потом перестал. Прощай. Архон Тайн забыл одного из своих шпионов. Возможно, нам стоит отправить её обратно к своему хозяину по кусочкам. Сперк Баррика издает неприятный звук сминаемого железа. Смотрит на него. Хочет сказать, Барик? Ничего сейчас. Сейчас ничего, Архонт. Прошу прощения, что перебил. Не-не-не-не-нет, нельзя. Фуга со мной. Ты приютил наёмницы Архонта в своей компании. Это же помощь и пособничество голосам Нерат. Я этого не вынесу. Нет-нет, фугу я не отдам. Необходимо для работы. Всё нормально. Теперь оставь меня. Окей. Сейчас, кстати, у фуги, может быть, обилка будет нормальная. Может, полутаем этого упыря. Так, уровень, к сожалению, пока не дали. Но, во-первых, фуга. Это не фуга. Чуточку осталось. Мне не нужно будет подходить теперь к противнику, чтобы его... Я просто буду фугу подкидывать, и она будет лететь в врага. Вот это гораздо проще для ранжевика мага. Алинс, мне копию ключа. Вообще, саппорт не мог не ответить тебе, потому что мы каждый день разбираем. Ё-моё. Народу тут сколько, а? Сколько лута я предвкушаю просто. Ну что, возьми, мне хотелось бы знаний повысить. Нового товара, насколько я вижу, здесь нет. Привала делать смысла нет. Время пришло, Железный Маршал Рениос кивает вам с безмятежной улыбкой. Мы возьмем колодец и эндриенов, и отучим ярусников бунтовать раз и навсегда. Она смотрит по сторонам, отслеживая законных броневоинов, которые готовятся к бою. Эдикт Кайроса скоро придет в исполнении, и нам надо выступать как можно скорее. Вершительница, если ты готова, мне нужна твоя помощь. Нас слишком мало. И хотя враг уступает нам умением, но превосходит числом. Готова ли ты идти вместе с бой? Пока не готова. Пока я в тот лагерь хочу пройти. Могу ли я... Как там экспорт? Что я могу сделать? Прощай. Так. Это тоже ничего. Можем напороться на кого-то по пути. Потому что придется даже лагерь этот вынести. Ладно, в любом... А, все. Не могу. Место недоступно. После объявления войны между Меорхонтом и Мялой Хор перекрасил... Перекрыл доступ к лагерам. Вот и все. Вот и все чудеса. Плакали мои знания. Ну, до следующих. До следующих врагов. Ладно, тогда получается я готов. У остальных же я все апнул. Не, можно на самом деле, чтобы не пропадали навыки и что-нибудь прокачать. Здесь все равно Атлетику, например, или еще что-нибудь. Потому что я явно получу левел до того, как встречу... Аста... Где они? Может, Севиус? Севиус я сдавал квест. С возвращением в решительницы. Почему-то косада затянулась. Все должно было пройти гладко. Первая когорта прибыла в долину и сразу отправилась на штурм. Я это слышал, кстати. У каждого новобранца хура есть выбор, жить по законам Кайриса или умереть. Это мы тоже знаем под сапогами армии. Если кто-то выбирает второй вариант, можно смело его резать. Мы не рассердимся. Я сдавал ему квест. А, вот, Маркус и Лючи. Еще могу с ними поговорить. Понятно, не могу. Хорошо, что сходил до этого. В общем, поехали в атаку. Что насчет алого хора? Мне придется с ними сражаться. Мир Кареса для нас святое. Мы не хотим его нарушать. Но голоса Нерато хуже гангрены. Если не вырезать, убьет организм изнутри. Встряхнув головой, она пускает взгляд. Так что да, если хор станет между нами и нашей целью, а я в этом убеждена, придется пролить их в кровь. Я буду сражаться с вами в бою, но мне не нравится раздор между... Не, нормально. Благосклонность увеличивается. Может, даже доживем до последней обилки с опальными. Тогда наш бой будет самым праведным. На нашей стороне есть сила и доблесть и закон. Пока мы тут говорим, наши силы готовятся к бою. Встретимся с Цитадели. Грейва наше хранит. Она четко отдает честь и разворачивается к войскам. Управление рвением, хитроумие. А что по... Друг или враг? Тут послание новое. Пришительница Джайна. Если ты читаешь это, там и благосклонность, и гнев. Значит, что мы потеряли реку Матанию. Нас окружили, отрезали пути к отступлению. Мы готовы сражаться насмерть, но я много раз слышал слова «Кайросу не нужна власть над выжженной пустыней». Это правда или очередная ложь Владыки? Я хочу встретиться под синим флагом мира и обсудить, насколько далеко готов пойти Владыка в своей милости. На обороте этого пергамента указано, как пройти к месту встречи. Не бери с собой большой отряд. Просить тебя приходить в одиночку я не стану. Но если с тобой будет армия, мы заметим. Таркис Ари, капитан гвардии Вендриянов. Так, я хотел посмотреть отношения. Отношения с опальными. Нет, далеко еще. Защита щитом, 80 урона. Это вот мне очень хочется взять. И тут не дотянул до смерти с небес. У фуги. Ну что, мы пойдем или как? Отправитесь в цитадель колодца Вендриянов. Помогите опальным штурмовать. С богом. Еще четыре дня в запасе. Погоди немного, вершительница судеб, говорит Барик. Чтобы привлечь внимание, делает жест. Жест. Не все в лагере со мной согласны, но ты фактор хаоса в этой упорядоченной компании. Ты приносишь присягу к литвопреступникам. Улыжешь Грейвену Аше, потом утверждая, что намерена сражаться на стороне опальных. Не знаю, что и думать о тебе. А Билке? Извини, что держал тебя в неведении. Не хотелось взглянуть на обе стороны конфликта. Так решай поскорее на чьей ты стороне. Как бы дело ни пошло, в Цитадели это изменит жизнь каждого из нас. И я не встал бы рядом с тобой, если бы хоть на миг поверил, что ты способна снова нас предать. Барик очет головой и вздыхает. Больше всего меня беспокоит это снова. Ладно, веди. Не хочу об этом думать перед боем. Вот, может, ливнуть реально. Вот, я пару неверных решений приму и все. Вот она, Цитадель. Поехали. Я мимо лагеря прохожу. Все, пронесла. У них время в локтях измеряется еще. Я пойму, если в шагах. Оп, стоп! Тут замесы идут! Что по карте? Карта сравнительно маленькая. Вокруг трупы. Железный маршал, можно с ней поговорить. Подходим. Так, сверху маги какой-то щит сделали. Снизу, кажется, вот эти вот скаловершцы или гром... Ну, в общем... Вейтельница, сюда! Железный маршал приветствует вас, грохотом отдавая честь. Враг оставил всего горстку солдат, чтобы преградить нам путь. Почти все их бойцы укрылись в Цитадели. Выманивать их нет смысла. Придется драться внутри. На эту стену, она указывает на север, нацелит свою магию скаловершцы. Шпиль слишком близко, поэтому им необходимо нацелить печать и колебания очень точно. Нам придется одолеть магов-защитников, если мы хотим пробраться внутрь. Чем я могу помочь? Книгачи и врагов используют какую-то защитную магию. Мы их видели, два человека наверху. Которые удерживают стену. Мне нужно, чтобы ты подавила сопротивление. Отправляйся на восток. Обеспечь нам проход через стену. Мои солдаты не скалолазы. Убей книгачей и в скаловершице расчистят путь. Мы встретимся внутри. А теперь вступай во славу Кайроса. Но если будешь ранен в бою, приходи. Понял? И все разбежались тут же вообще. Может, пока не поздно привальчик устроить тут? Ой, там справа замес. Сапоги защиты при выходе из боя. Наверное, роги надо попытаться дать. Стоп. А у нее какие спушки? Двоечка. Да, и отражение больше. Да. Разбежались. Но я впишусь. Я хочу ловить лапочку получить. Стоит ли мне что-нибудь тут? Да, давай, стоит. Стоит ли мне сигнал? Опа. Новый левел получил. Мне тут сразу рога влетел. Я на себя повешу пару щитов. Я на себя сагрить. Народ довольно много, так что ссылок. Пятый левел уже есть. Так, давай-ка комбо сделаем. Я буду лейти. Ой, что-то я тут... Зря, наверное, так прям... Что-то все бегают. Туда непонятно. Так, у кого там защита понижена? У тебя, да? Надо зафиксировать правый. Да, да, да. Давай-ка сосредоточимся по нему. Это раз. Ты тоже сюда. Два. Ты пробивай этого упыря. Фуга, молодец. Бах. Бах. Ну, почти бах. Не совсем бах, но почти. Пошел-ка до этот присмерти. Это тяжело ранен. Не уверен, что стоит вообще кастовать сейчас какую-то заморозку. Наверное, просто пробиваем. Давай посохом. Сколько жить можно, слушай. Сколько можно жить? Давай скастуем защиту вот на эту подругу. Если здоровье меньше, то... Может быть, имеет смысл сейчас как-то фуги помочь еще. Наверное, да. Наверное, надо... Они все тяжело ранены. Подсечку этому делаю. Делаю комбу. Еще бафчик один. Ну, подсечку, раз. Не упал. Гата. Ладно, давай заморозку, ладно. Давно пора было сделать заморозку. Бесполезно. С новолечением. Не факт, что успеем. Они там еле живые. Я не знаю, что мне танк делать, например. Одного минус нулем. Фуга успела переносить. Сейчас прокачаем нашего мага на знания. Ну, ковыряйте, ребята. Ну, тут же... Тут же всего ничего осталось. Где же ваш урон? У них, кстати, резисты к... Я не вижу сопротивления к холоду, в принципе. Но к огню ноль. Может быть... А, и она после этой обилки еще горит. То есть она вообще ничего не делает. Так. Вкидываем левел. Что мне нужно главному магу? Урон не нужен. Знание апает у нас только... Только вот эта вот тема. Только стойкость. А знание 70 уже. Но еще больше меня интересует... О, я могу дальше уже двигаться? Нифига себе, по заклинаниям вниз. Энергетический щит. Дает шанс отразить стандартные... Обратно противника заклинания. Но заклинания пока маловато. Увеличивает число дополнительных хичей и заклинаний, полученных от расширенного заразу. Но мне это пока не нужно. А, они открываются по... По вертикали, а не по горизонтали. Какое тупое, а? Ладно, ну раз уж щит, тогда идем вниз. Атака из скрытого режима не нужна. А волшебные посохи тоже. То есть, все нормально, идем вниз. Энергетический щит отражает человеческое сгинание обратно в противника, только вредоносно. Но пока, блин, не нужно. Но мне расширенный разум пока не нужен. Может, пока не поздно сгинуть на другую ветку. Например, на лидерство. Комплект оружия менять, ерунда. Две ячейки быстрого доступа неплохо. Выпад это, скорее всего, мили. Нет, лидеров. Лидеры немного пока. Может появится какой-то хороший лидер. А, давай энергетический щит. Вдруг там реально маги будут и отражать будем. Так, привал. Я понимаю, что времени осталось мало, но идти убитыми в бой, это, конечно, неправильно. Тяжелый бронзовый доспех. К сожалению, я не могу танком носить доспехи, но могу попробовать. Нет, какой-то он... Броня плюс два. Неплохо. Общая броня, типа... Бонус против разъедающего и дробящего. Восстановления... Восстановления бонуса нет. И отражения тоже нет. Насколько отражений измениться в 49, 31? На 18% снижаю там шанс-то... Изменение эффекта от... Так, вижу ловушку. Во-первых, мне нужно на восток, в общем-то, сюда и нужно. Давайте обезвредим ловушечку. Еще одна ловушка. Все нормально? Ты съездила? Спасибо. Еще раз. Одна-вторая, вижу врагов дальше. Минимум три человека. Ну, окей. Приличное, конечно, количество. По бутылкам. Все ли ок? Три, пять... У тебя бутылок нет. На быстром доступе, по крайней мере. И, в принципе, выносливости довольно мало. Быстрый доступ поставим еще. Тут четверочка. Накидаем всякой лабуды. Просто, чтобы... Нет, это же для танка вообще лабуда. Да, видите? В сознании, да. Ну, хорошо. Подходим. Давай сагрим танком. Ой, как быстро, а. Ассасин сразу к нему прыгает. Я традиционно накидываю пару защитных спылов на него. Им самим, наверное, пока просто бью. Нет, давай обилку. Их там очень много. Их там пять человек. Числом мы... Мы проигрываем, счастливее. А почему наши товарищи... Там рейджа не хватает просто. А ты куда... Ну, тебе некуда бежать просто. Вот ты и побежала. Да ладно, давай ты сюда. Хорошо. Защита первая есть. Можно попробовать действительно комбо сделать. На кого? Давай на... На этого, пожалуй. Плохо. Это опасно было. Он делает таунт с одной стороны. Сейчас будем его пробивать по полной программе. Пока у него там защиты в нуле. Уже в нуле, надеюсь? Не в нуле я еще. Он не скистовал. Ну, в смысле, обилку не везло. Какая грязь. Какая все-таки грязь. Может попробовать с этими местами поменяться. Мне не хочется, чтобы рядом с моими кастерами стоял упырь. Хорошо. Ну, вроде проблему эту решили. Тяжелое ранение. Тут легкое ранение. Давайте попробую этого на парирование. И после этого будет повышенный... Да. Дальше, наверное, стоит пробивать по тому, у кого, опять же, защиты никаких нет. Надо уже лечиться. Надо уже лечиться. Так, а моя основная подруга-то чего? Чего-чего? Пробую этого добить. Все равно. А потом... Да, все хорошо. Сейчас мы комбо с фурией попробуем вот этого товарища взять. Здесь добили заклинание млечим танка нашего. У танка... Попробую привлечь внимание дальнего. Так, тут подножка пошла. Баф пошел. Но лечения не хватает. Я, пожалуй, бутылек пока пропью. Сейчас еще реген у него пойдет. Где подножечка, ребят? Подножка сработала. Дальше можно... Давай, тыкаем шампуром в него. Тут просто бьем. Главное, добиваем. Ну, как пробиваем, не добиваем. Там легкое ранение до сих пор. Замораживаем, соответственно. Ранжевиков дофига, конечно. Но танк великолепно просто на себя удар принимает. Прям топчик. Я попробую обилку июзнуть опять на... 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 На таун и на уменьшение защит. Ну, как-то не подействовало на самом деле. Так, давай-ка на танк сделаем защиту, которая... Почему-то не сработало это... Это обилочка. Может, упреждение там проходит? Не, вообще не работает. У меня главный герой сейчас умрет. Так, давай... Да, ну резерект, конечно, есть. Участник уже занят. Восстановился. Накидывает. Делая обилку на... На уход вообще и с боем. Этот только ранен. Господи, да как так-то? И что у меня с этим товарищем не так? Отравление. Негативных навыков... Особо-то и нет. Чего? Только отравление, разъедающий урон. Ну, почему-то не атаковал. Все, главного героя вывели с поля боя. Правда, за ней там тут же побежали, но это даже, наверное, на руку. Можем попробовать... Таунт, опять же, сделать. Вот, на тех, кто бежит на меня. Я бы еще как-то подлечился, что ли. Еще есть регену танком. Ну, заям тяжело ранен. Ой, хорошо, кажется, за... Остановили одного товарища. Я не пойму, почему у меня не срабатывает. Почему у меня не срабатывает? Так, пробуй самого здорового. Оставлять хп. Нет, давай реально восстановим хп. А основной подругой ничего делать не будем, потому что она все равно не попадет, учитывая скрывающиеся тени за 5 секунд. Она вне боя вообще находится, видимо, поэтому и не работала комбо-ломба. Надо как-то умудриться справиться с этим товарищем без... Без главного героя пока что. Он не попадает, скорее всего. Попадает по цели? Ну как так? У тебя же минус сток точности. Точность минус 33. Лед 60, посох 52. На 2 делим. Получаем бонус. Получаем минус 89. А, бросок 96. Понятно. Крит попадания-то было. Бросок 95. Вот почему я попал. С точностью минус 100. То есть с посоха можно, в принципе, постреливать так. Аккуратненько. Чего стоим? Кого ждем? Лечи уже подругу нашу. Молодец. Протакуй. Хоть как-то. Так, все. Можно опять выносить защиту? Наверное, все-таки у этого товарища, у следующего. Да как ее же бьют-то, а? Пробую сделать комбо, чтобы вылечить ее полностью. Ну, почти получилось. Так, это, конечно, не очень. Тут при смерти еще и два лучника работают. Ё-моё. Ладно, давай так. Магом валить надо просто отсюда нафиг. Пытаться ввязать танком. Каким-то макаром. Отстреливать, замораживать остальных. Можно поменяться местами тут, нанести урон. Вообще на развороте можно сейчас дать вот этому пупырю. Два с пола. Поменять местами его еще. Да почему ты не обилку-то не юзаешь? Ё-моё, я вот все никак не пойму, как это... Блин, работает. А, тот при смерти еще, оказывается... А он отошел и начал стрелять. Вообще красавчик. Могу ли я? Могу ли я? Его тут добить. Рейнджом каким-нибудь. Пошли стрелять. Вот его тяжелое ранение. Это очень хорошо. Кто там орет? А, не, он просто отступил и сейчас пойдет снова в бой. Окей, в этом не устраивает вполне. Нужно найти человека не сильно раненого и потенциально опасного, и провести по нему ослабляющую вот эту вот комбо. Ты справляешься, справляешься. Ты сейчас комбишь. Ты лечи себя и рядышком. Блин, к Женьке подбежал, ты тупый. Давай-ка щит на себя все-таки сейчас наложим. Там еще откатиться должен был следующий щит. Ну, почти. Можно накинуть на танка. Ой, там отравление. Давай бутылок выпьем. Попробуем это все-таки парирование выманить. Мне кажется, рейнджа мне не хватит. Защита на себя кастанула. Это при смерти посохом добьем. А какая там вероятность вообще? Ледяной урон. Хорошо. Ну, это... Снаружи парирование. Я не знаю, какие шансы на попадание. Надо читать по-хорошему. Так, справились здесь. Отлично. К сожалению, только при смерти находится наш главный герой. Ну, вроде переключился этот милишник при смерти на другого человека. Все, сейчас мы его втроем-то доковыряем. Заодно рейнджик сделаем. Давайте, ребята, давайте, дружно, дружненько, дружненько. Все равно может сдохнуть. Я не знаю. Там на рейндж спокойно чувак переключается, ему плевать. Так, все, справились с этим. Стреляем по этому пырю. По-дальнему можно, давай, с лука. Ладно, бокс. Еще разок по-дальнему. И этот заморожен. При смерти уже. Минус. В линию одну против лучника. Но он горит. Так что, думаю, что... Шансов у него уже не было. У меня не местами. Как раз, чтобы под линию по-троим. Он тяжело ранен. Нет, давай вот так лучше. Вот, сейчас, кажется, как раз была стрела, которая бы попала по остальным. Но страта сработала. Справились. Не без проблем, надо сказать. Не без проблем. Так, лук. Фиговый. Так, вижу сундучок. Можно попробовать скарабкаться уже отсюда. Я бы, на самом деле, проверил еще западную часть стены. Сделал бы привал. Прямо здесь привалился бы, на самом деле. Прямо стены. Да, почему нет? Шоу «Второй день осады» называется. Опа, это что такое? Дротик. Ну, у меня таких вообще нет. То есть, никто метательное оружие... Хотя нет, подожди. У меня же... У меня же этот сметатель. Перо. Это же оно и есть. Вот он. Сравним. Урон больше. Точность меньше. Вон, секунду, плюс один. Ну, как такового. Урона нет. Ладно, оставим. Так, ну, пробуем вскарабкаться на стену. Там, конечно, нас, наверное, ждут. Что нужно, чтобы вскарабкаться? Атлетик. Справимся. Так, и мы внутри. Вижу двух книгачеев, которые... Которых нужно, собственно, убрать. Но, наверное, лучше начать... Ну, к ним... Не сверху по ним стрелять, а вырубать пацанов, которые рядышком. Так, давай с девятки начнем. Ты сразу выходишь из... Снимаю у него урон сразу по этому же. Тут, скорее всего, надо накинуть на себя. Тут надо накинуть тоже на себя. И все, полетела в танк. Е-мое. Класс. Так, давай-ка мы сделаем комбо по... А, неважно, по кому поедем, наверное. Давай, таун пошел. Ну, ребята, че ползем-то? Все, защиты нет. И концентрируем удар именно на нем. Давай, 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 ребята. Поехали, поехали. Хотя лучник опаснее, учитывая то, что мы на одной, блин, линии опять стоим. Надо, наверное, его помочить. Смогу ли я? Вряд ли. Чтобы прошел главный герой сюда. Крайне маловероятно. У меня нет другой способ. Навыки там растут в реальном времени. Я все никак не могу привыкнуть. Сохранение. Хорошо. Раз. И два. Хилл нужен? Не, особо не нужен. Просто стреляй по нему. Он при смерти. Любым способом надо его просто добить. Пусть из посока даже и стрелы будут. Да, добили. Отлично. И за второго принимаемся. Прокомментируй свое мнение по СКДО ТВ. Ну, я думаю, мое мнение... Я уже, во-первых, его высказывал. В-треть, оно было неплохое. Но мнение прокомментировать, это несложно. Я думаю, это было адекватно. Я бы прислушался к такому мнению. Так, спускаемся аккуратненько, аккуратненько. Сколько их тут? Тут дофига. Здравствуйте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Назад. Мне нужно встать таким образом, чтобы... Так. Кто тут опаснее? Тут нет лучника. Есть только товарищи, которые... В общем, никого пока опасного не вижу, я... Если честно. Там, он уже встал защитой, я понял. Защиту сняли. Сосредотачиваем урон. На этом упыре. Горим. Раз. Оп. Два шипа. И она как там? Нет, все-таки ранение. Просто ранение. Ничего себе живучее какая. Я бы защиту на танка накинул еще. Опа. Этот решил пойти все-таки вперед. Стоим вообще хорошо, я не хочу менять местами. А вот теперь уже не очень хорошо. Сейчас бы я местами поменялся бы с этим, по крайней мере. Не, вообще можно его... Подножечку поставить. Добить. Молодец. Левел ап шестой уже. Ничего себе. Ничего себе. Тяжелое ранение. Да. Пятерочка. Да. Надо будет навести порядок в заклинаниях. Давай добиваем еще. Уверены идут пацаны. Правильные позиции. Шестой. Еще один левел. Ах, молодцы, молодцы. Глядишь, еще один шестой получен. Только мне бы навыки где-то, блин. Так. Мне бы где-то навыки достать. Так. Баф получен. Ты просто атакуешь. Давай с обилкой. Ты шампурчиком его. Он там... Очень битый. Очень. Он вынвес ушел. Шампурчиком, говорю. Добили. Хорошо. Этого замораживать смысла особо нет. Защит, наверное, тоже смысла пока ставить нет уже. Ну, на одного человека. Какой резон вообще? Мне сложно пройти выткнув, пока этот жив. Поэтому лучше глазки. Давайте кинем, что есть. Отлично. Прорываемся в крепость. Книга Чея уже здесь. Огненная стрела. На тебе. Защиту над танком. Повешу, чтобы еще... Правда, он не по танку бьет совсем. Откатилось... Откатилось закликание. И он горит. Он не будет на которое время действовать вообще. Он уже при смерти. Его подожгли, охладили, заморозили. Это вообще унижение. Просто унижение бедного солдата. Так. Лут. Есть? Есть лут. К ерунда. Хотя железный, на самом деле. Он может быть даже лучше, чем мой. Почему ты решишь, что ерунда? Пробивание, восстановление урона. Чуть больше точно сменьше. Так. Попробуем уровень повысить. Давить. Уровень. Уровень. У двух товарищей. Так. Ты у нас продолжаешь, соответственно, идти в дуалиста. В прошлый раз качал тебе силу для урона и выносливость. И с точностью у тебя проблем не было? Ну, вроде не было с точностью проблем пока у тебя. Точность уже под соточку. Какие проблемы у тебя могут быть? Давай урон опать. Это раз. В навыках. В прошлый раз взяли свинью на вертеле. Неплохой скилл. Во-первых, меняет местами. Добавляет огненный урон. Цель некоторое время не атакует. Отлично. Теперь надо решить, что взять из этих двух. Либо это контратака, либо это тупо увеличение урона с парного оружия. Да, с 30% можно. Причем тут шаг. А, нет. Парное оружие не просто шаг. То есть 15-30, да, но еще ударов за базовую атаку. Пассивочка ударов за базовую атаку. Три в течение 20 секунд. Совершив убийство, в течение короткого времени наносит... Нифига себе, короткое время. Три удара за атаку. Да это имба. Беру урон, потому что следующий навык, который откроется, он дикий просто. Если вы совершаете убийство человеком, который является дэмэдж-дилером, 20 следующих секунд ты вместо одной атаки наносишь три удара. Ну, или вместо двух-три. Там, я не знаю, как... С двумя оружиями это работает, как. Так, и, что немаловажно, танк у нас апается. В прошлый раз мы ему... Мы ему здоровье увеличивали. Я думаю, надо придерживаться этой тенденции. Здоровье повысит еще на троечку. Защиту волей. Ну, самое главное, это ХП. Танку нужно ХП. Так, у него в прошлый раз мы взяли... Ляска железа, который дает броню всем союзникам вокруг. Ага. Нужно шесть навыков к караульным, чтобы вниз пойти. Понятно. Я только четыре. Итак. Ну, наверное, таун второй. Вообще-то. Или щиты 40%. Ну, точно не снижение урона на 5%. Щит хорош. Персональная защита будет конская. Но возможность стягивать бой. Наверное. А я успею то и то взять. Мне же вот как раз шестой нужен. Так что все нормально. Прокачали. Проходим. Ну, они решили все-таки посражаться. Какие молодцы. Так. 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 Как у нее там? У нее все плохо уже. С защитами. Он горит. Непонят какие-то загрязнения. Ну, там уже тяжелое ранение. Что-то сделать-то вообще. Что тут можно сделать? Попадает. I'll take care of me. Попадает, не пробивает вообще. Один урон и давай. На танков с 200 кп. Книга чай минус один. А давай подножечку ему. Оп. Оп. Ну. Подножечка. Почему мы подножку не делаем? Скажи мне. Вот время. Скорость передвижения минус 50%. Очень медленно делать подножку. Но все равно сбивает с ног. Тяжелое ранение. Что левел могут дать сейчас уже. нашему саппорту. Готово. Чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. Но эта задача-то выполнена. Сейчас. Сейчас можем. В отсутствие барьера эту стенку сокрушить. Насколько я понимаю. Или просто барьер падает. И мы. Да, и мы просто стенку взрываем. Класс. Класс. Ё-моё. Заходим. Крутотень. Арчер поддержал канал на сумму 100 рублей. Сообщает на Михаил. Может. Ну это все. Откроем свой фотосервис. Ну хорош. Слышишь. Арчер. Ну. Слорадствовать-то зачем. Те же взрослые люди. Так. Я могу попробовать. А что мне пробовать? Я хотел ему выкачивать доп. здоровье. Или. Или бонусные знания. Но решил доп. здоровье для саппорта. Саппорта. Это самое оно. Особенно чек по воле на будущее против заклинания опасных. Это прям то, что нужно. Нужно выбрать еще одну тему. И выбор вообще-то очевиден. Если мы... Да, наверное, просто навык управления жизнью еще на десяточку аппаем. Уже хорошо. И опять мой главный герой. Самый слоу-поп вообще. Наполовину шестой левел. В отличие от остальных. Может здесь... О, привал, выносливость. Очень хорошо. И какие-то еще ноги тут. Чьи ноги. Сандалии из плотной ткани. Подножку делаю двое. Зачем... Затем подготовка. Убой должны пройти понятны. Так, можно у кого-то тут набраться уму-разуму? Я бы... Навыки-то под это самое. Видимо, нет. Мне предлагают привал сделать. Ну, раз привал дали. Но зачем, если все здоровы и все живы? Давайте попробуем дальше пройти. Заходим. Ой, а тут кто? А, это Хор. Это Хор пришел. Блин, сейчас еще с ними нужно будет сражаться. Они выламывают ворота. Сплэшем задевают еще человека четыре, которые стояли за ними. Они прорвались через ворота. Хор прорвался через ворота. Отступаем. Куда вы что? А, это вообще... Это другие. Да. У нас будет... У нас подкрепа есть. У нас есть. Пятый глаз. Прочь с дороги! Зал Вознесения возьмем мы! Пятый глаз. Натреснуто ревет и широко вздымает, взмахивает копьем. Убирайтесь немедленно, пока на вас не обрушились клинки и дубинки алого хора. Да скорее червяки одолеют волка. Командир опаленных делает им бойца малого хора знаковый идти вперед. Давайте я буду убивать вас по пять штук за раз, чтобы все было честно. Так. Насчет эдикта давайте посмотрим. Оп. Командир оглядывается на вас, затем указывает на север. Мы их задержим, а ты давай во внутреннее осветилище. Даже так? Я хотел лут собрать. Экспа ушла. Там, наверное... Короче, заходим в светилище. Наша задача захватить эту цитадель до того, как закончится время. Иначе всем нам придет конец. Ты кто такой? Солдат Солнца. Они прорвали периметр. Они уже здесь. В донжоне. В донжоне. В донжоне. Переводить донжон. В 2016-м переводить дэнджон как донжон. Ну, может быть, есть, кстати, такое слово, учитывая, что оно из английского. Но, в общем-то, подземелье. Неплохой перевод. Подземелье и драконы. Как бы на донжоне. И, наверное, есть такое слово. Давайте поищем. Донжон. Донжон. Интернет-магазин. С товара Средневековья. Это главная башня феодальных замков. Внутри крепостных систем. Слушайте, а может быть, это именно донжон был, а не дэнджон перевод? Это реально главная башня. Я ступил. Донжон – это центральная башня. Вот. Я дурак. Прошу прощения. Дона зовут Джон. Нэм. Так, собираем, собираем, присматриваемся. Вообще, хорошо было бы... Опа, что за щит? Щит солдат солнца. Характеристики вообще неплохие. Я бы этот круглый щит дал нашему сапу. Он явно получше. Парирование, ну, уклонение, выносливость. Нет, не нужно. Тихо-тихо-тихо, не торопись, Миша. Помни, помни про то, что тут пять человек. У тебя максимальный уровень сложности. Ты вообще, вообще не туда полез. Давай защиту на танк в первую очередь. Ты отступи чуть... Нет, ты как раз не отступи чуть назад. Вот ты делаешь защиту на танка. А вот наш прист, блин... Он попал. Убираем его назад. Ставим защиту. Сейчас танк будет двоих на себе держать. Фух. Так, защита прошла. Это раз. Давай-ка вдвоем тогда у этого защиты уберем два. Тут пока подходим три. Ты идешь, делаешь защиту на танка четыре. Не, не на танка надо было. На себя надо было делать. И тут у меня сразу... Соседи, блин. Я сейчас его стаун... Стаунчу вроде. Может пройти сюда? Ладно, давай. Ты идешь работать по дальним. Как у тебя? Еще нет никакого дебафа. Ты там что делаешь? Я не знаю, что он делает. Он делает вроде обилку свою. Закрепляем. Ну где дебаф? А вот он, видимо. Да, пошел дебаф. Хорошо, теперь по дебафу бьем раз. Он должен развернуться вообще и уйти нафиг отсюда. Я быстрее доточил огонь на нем. Ты, конечно, не прав. Блин, я на одной линии к лучшему случаю. Попробую уйти с линией. И попробую бить мага. Так, ну надо стучать щитом. Агрить вот этого упыря еще на себя. Тут кастуем раз, кастуем два. Да, маг убегает как раз. Я его сейчас нейтрализовать попробую. Ну где вы еще? Я ж... Ладно, выносливость раз. Вообще по-дальнему надо было это делать. И надеяться на то, что... Ооо, пошло замедление. В смысле, да, пошло. Где таун? Алло. Есть, таун прошел. Я еще должен был получить бонус к броню сейчас у этих товарищей. У меня саппорта тут пробивают жутким образом. Можно бутылек перенести на фаст. Бутылек выпить раз. И сделать еще на себя плюс АОЕ вокруг защиту Дуаз. Подруга, ты, наверное, в минусового по защите продолжаешь долбить, пытаться его... Да, и это таунтица. ЕС, вообще классно! Танк шикарен просто. Тут мы поменяли местами. Вроде как. Так, кровотечение... Где возгорание-то есть? Возгорание не вижу. Ну, мага мы заняли на себя. Это очень хорошо. Тут два замороженных на танка лезут. Наивные. Так, можно сделать реген. Можно сделать отложенный. Отложенный на сколько раньше? 6 метров всего лишь. Блин. А танка еще хрен там пробьет кто. Не факт, что пробьет. Оооо... Лечиться главгеру не нужно. Но можно комбу сопоставить просто для того, чтобы... Получить баф. Ускориться. Ну и подлечимся немножко и ускоримся. И насколько я получил баф по скоростям? А, время восстановления. Нифига себе, на 90 секунд? Это... Это как называется? А, на продолжительное время. Так и есть. В этой игре танк имба его по нерфе впадчит и обозначен, что танк реально неубиваемый. Но это же замечательно. Танк выполняет свою работу. Танк танкует. Так, сконцентрируем удар. На этом упыре. Ой, там прострел хороший прошел. Так, ты себя подключи, пожалуйста. У тебя как дела? Ты можешь типа в комбах, но далеко для комб. Вернусь подруга. Хорошо попало. А, тяжелое ранение, легкое ранение. Лучше добить сначала этого все-таки. Не знаю, что делать. Почему? Я же тебе сказал за... А, он исчез просто. И вся цель потерялась, видимо. Окей. Тут ранение, тяжелое, тяжелое. Сбили с ног нашего саппорта. Это плохо. Сколько он будет сбит? Две секунды. Есть способы помочь? Не совсем. Ну, нейтрализовать только этих и все. По-быстрому. Только так. А самому потом, как встанешь, через две секунды попытаться. А, он не мог пробить оттуда. Норм. Ставит защиту. Сработает через... Ну, когда там приспичит. Этот при смерти, тот при смерти, все при смерти. А почему ты побежал-то сюда, подруга? Там надо добить этого мага же, ё-моё. Я не понимаю иногда, почему они срабатывают обилки. Это вы заморозили, но хп достаточно мало. Так. Пьем выносливость, не пьем. Пьем, пьем, пьем. Не экономим бутылки. Кулдаун хоть будет. Там тяжелое ранение. И вот этих вот двух нам дадут сейчас в ближайшее время. Почему я стреляю, не по этому? Ядом опять по мне. Сами, слава богу, еще бутылек. Еще бутылек. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, какой раньше посоха? Восемь. Давай-ка я ему лучше. Какие они живучие, а? Прям сил нет. Есть, наконец-то. Ну, наконец-то. Так, давай-ка лучше комбо сделаем вот с этой подругой. И вот по этому могу. Да, нужно будет подбежать, бла-бла-бла. Это все понятно, но... Так, и затаунтим, наверное, этого. Саппорт падает, кажется. Так у него же должна была обилка сработать. Е-мое. Исцеляй себя, ну бас. Слабенько ты исцеляешь себе. Пей еще, пожалуйста. А, я не могу пройти. Смотрите, там подножки типа стоят. А я главным героем не могу пройти. Так что это провал. Надо сапа отвезти. Как-нибудь. В общем-то, было за угол этим. Это меня не спасет от выстрела. Там полетела шаровая молния. Какая грязь. Первый раз ее вижу. Так, что у нас? Все остальные здоровы. Все нормально. Продолжаем мочить козлов. Фуга мага убьет. Ха, мимо. Ха, такой он у вас промазал. Такой-то не очень. Очень хорошо получилось. Очень. Только тут у меня... Вот, хорошо. Дорогирик стрелял по сапу, а сап взял и ушел просто. Сейчас успел исполнить. Атакующие заклинания. И... Кого следует защищать, кстати? Ну, и себя защищай. Как-то они прорвались. Я не понимаю, что происходит. Этот ушел в инвиз. Пожалуйста, кастуй на себя вот эту вот штуку. Легкое ранение. Легкое ранение. При смерти. Ладно, этого, предположим, мы добиваем. Без серьезных проблем. Там маг схоронился хитрым образом. Ох. Медленно, но больно. Заморозка снова сработала? Хорошо. Ты сможешь как-то что-то где-то... Да, давай защиту на себя для начала. Ты попробуй посохом его долбануть. Осталось совсем немножко Ты держи двоих Нелегкое ранение, ранение Что-то зря сюда бежишь Там маг еще как-то Ой, влетает, ой, влетает Еще бы нос Засчитал Хорошо, минус нули еще одного Сейчас можем на пару уже закомбить Вот этого упыря Ты можешь Вообще ты должен был Ой, там маг проявился Блин, вот это плохо Потому что я вроде как комбо должен делать Наверное стоит выстрелить сначала по этому магу Тут пропить бутылек Здесь закинуть Лечение Стрелы мне не хватит, к сожалению Мне нужно еще Главным героем что-то сделать Ну беги Что-то он кастует А, он кастует баф просто На силу и выносливость Окей Защита раз Я чувствую так велико Легкое ранение Не, давай лучше мага попробуем добить Мне кажется, наиболее опасным ухарю В общем, или, да Просто стреляй тогда Что же там сделать? Таун с бафом Таун, говорю, с бафом Получилось Постучал, мага убили Добиваем, наверное, с начала этого Товарища Можно уже комбо сделать Действительно поближе Былась стрела на прострел Подножка будет Сбиваем Снова Добиваем Концентрируем Удары на нем Где заклинание? Вот я не пойму Иногда берет и не срабатывает Или такая длительная перезарядка Все, замочили еще одного Тот тоже при смерти Все хорошо Битва прошла тоже Не без проблем Но никто В конечном счете Не упал Много выносливости Попивали Возможно, стоит сейчас Перераспределить И у главного героя Вообще выносливости Бутыльков не осталось Тут тоже единица всего Тут два Тут ноль Ё-моё Так, взяли исцеление Тут новая выносливость Есть более качественная 50% Бутылок мне явно не хватает А у меня точно в стэше Ничего нет Такого Есть хавчик всякий Это конечно хорошо Я бы привал сделал Хотя ХП практически полностью Восстановились Так Ладно Продвигаемся дальше Что там Я кажется, что ты увидел То ли ловушка То ли еще что-то Огонь в обеденном зале Все еще горит А блюдо с столового серебро Оплавля Оплавляются На столы Несколько поколений Этот зал не видел А это баф просто какой-то Периодически просто Не видел боя Последний После этого сражения Гвардия Вендриенов Уже никогда не будет прежней Тебе куча людей Сказал про бои выключить То мне иногда помогает На самом деле Потому что А, я понял Может, а главного героя Попробую выключить Для начала И Что-то нереально И эту я тоже контролирую Танк может, в общем-то, Действовать самостоятельно А так Что-то вас мало, ребят Как вы вообще собираетесь Что вы вообще собираетесь Делать так, а? В таком-то составе Защиту понизили у одного Танчик таунтит второго Почему-то наши опять в этом В скрытом режиме Ого, заметил схрон Да сразу меняем местами его Заморожен второй У них все очень плохо Уже тяжелое ранение Можно этого оставлять Он догорит просто Не, не догорел Подогнал шифуром Он все еще дает Какие молодцы Сейчас чисто числом взяли Тут не магат, но лучников Своим Просто убиваем Главный герой медленно Но идет все-таки К шестому левелу Бронзовый метательный кинжал А тут щит Просто осадный щит То есть он хуже, чем вот эти вот Все остальные Три щита, которые у меня есть Привет, Мишани Как же ж, блин, достали Айс Виндейла в целом Давай, что-нибудь сингл Хорошо, понятно Там впереди еще один бой И судя по карте Он вообще должен быть последним И учитывая то, что Да не нужен мне привал Серьезно, зачем мне привал? Кто там у нас? Гонец Ученик книгачеев Зря я все-таки Ворвался без Ой Ничего себе Северная земля Сразу поскользнулись Время восстановления То есть еще Скорость за 10% Я понял вас Мне бы такое тоже Пригодилось бы на самом деле Так, давай попробуем Дуэлисты Сагрить Ты меня местами этого Книгачея Что-то не действуешь Алло Что с ним не так Время восстановления Так, давай тогда накинем Щит так Пока он там думает о жизни И щит так Самый тут ДПС Это вот Чуван с двумя мечами Это очки Опять упали люди Второй, видимо, скистовал Так, ну давай Легкое ранение Легкое ранение Ох Че, вставать мы будем? Я все еще хочу Этого упыря Стал Все, наконец-то Стал Стал Он побежал Сейчас Концентрируемся На нем У него Проблемы с защитами Может уйти за пределы Этого Этой зоны По крайней мере Саппортами Легкое лечение Тут все замечательно Так Маграм Работаем Что это? Что это было? Ледяная буря Это называется Там сразу половина хп ушло Лечимся И все по ней начинают стрелять Восстанавливаю Ей раз Делаю защиту С восстановлением Два Легкое ранение Тяжелое ранение Давай, ладно Работай по этому Можно попробовать Сделать комбо Даже с саппортом Но не сейчас Нет, сейчас нельзя Можно скинуть этого Давай комбо на этого Товарищу Нет, надо комбо делать Комбо рядом с этой И опять там Ледяной шип Ну ледяной шип У меня есть Ладно Хорошо Комбо прошло Можно сейчас сделать Как раз комбо на Вашу Персонаж занят Все такие занятые Кто в шипе Кто валяется Тяжелое ранение Ранение Блин, бьют еще Когда там саппорт встанет Вроде встал Теперь делаем комбо С главным героем С лечением одновременным Тут работаем так Тут работаем так Ой-ой-ой-ой Пробивает Фугу Постановление прошло успешно Но этот упырь Все еще Блин Живой И я сейчас Ситуация очень неприятная Потому что мне Сюда вот к этому ассасину Не пробраться Или переключаться Фугой на него В любом случае И каким-то образом Наверное Все-таки Ей надо дать Баф Тебе пострелять По По этому Там еще один шип Что за сложная игра Такая ничего Непонятно Ну Игра Не сильно сложнее Пиларсов Единственная сложность Здесь заключается в том Что я первый раз Прохожу Из дуру поставил Все галки Вообще Которые только возможно Но Игра Только вышла Поэтому Можно найти И нужно находить Слабые места Ну точнее Сильные места Вот там В танке В том же самом И пытаться Использовать их В собственных Интересах Так Давай сюда Став Блин Как все плохо Консервит Да Умрет Она скорее всего Почти Справилась Почти Подруга Но К сожалению Придется Торезать Ее Главное Чтоб остальные Не умерли Блин Что мне Давай лучше Мою гусю Пропью Давай добили Так Ты тут же Ее Пытаешься Воскресить Так У меня откатилось Заморозком Я бы попробовал Заморозить Наиболее Так Это поднимается Надо сразу Юзать навык И это вот Типа Поджигать Убивать Танком Таунтить На себя Они еще Подлечились Гады Сейчас Опять Он упадет При смерти Не Я могу Ее попытаться Успеть Выхерить Убили Этого Хорошо И вылечить Успел Отлично Просто Замечательно Ооо Еще Одного Ешка И он Свидит Заклинаниями Которые Вот эти Товарищи Юзают Так Ты Так Они тоже Уже Серьезно Ранены Поэтому 6 На тебя Тут Поможем Мэту Добить Нифига Нифига Себе Положили Мне саппорта С одного Вот такими же Заклинаниями Как у меня Но Умер Один Книга Чей У второго Ранения Плюс У нас Трое Как бы Тяжелое Ранение Заморозить Его Еще Заморозили Но он Успеет Часто Славить Что-то Сладенький Урон Поэтому Увы Он же Ничего Сделать Не сможет Но сейчас Лучше Уже Сделать Кривал Потому что У меня будет Далеко не полный Встаем Денис 87 Судя по возрасту Тебе 29-30 лет Но ты пишешь С транслитом И несешь Какую-то чушь Вроде Странный Кота Кстати Не впуская Она ломится Назад Отражение Попадания Лазурный Колокольчик Кстати Тоже похож На ингредиент Из крафта По прошлому Этому Но Так давайте Сделаем отдых Все равно Один Не хочу Там Под 40% У сапа Нет Не хватает ХП Так Читать Свиток В арчи Свиток Усвоить Записанные Знания Тайнах Магии Я только За Можно Сразу Главным Героем Хотя Какая Разница Наверное Изучим Новый ключ Взглян Сигил Мощи Сигил Мощи Мощь Это вот А нет Это реально Сигил Мощи Это новый Новая Типа Школа Новый Ключ Да Используй Используй Сигил Мощи Чтобы Направить Магическую Энергию В силу Которой Отталкивают И сбивают Врагов С ног Многие Магические Гильдии В течение Столетия Открывали Сигил Мощи Каждый Реон Сохранил В секрете Очень 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 Хочу Попробовать Знание 73 Поэтому Так Выражение Какое Действовать Нацелен На расстоянии Скорее Всего Так Что даст Ударный Разряд Урон Дробящий Ошеломление Блин Тут Заклинания Схожие С пиларсами Но делаются Они по-другому Комбинировать Можно Прикольно Кто Бить В марафоне Зависит Во многом От Мэда На самом деле Если он Будет До конца То ему Нет проблем Победить В марафоне Опять Продолжаешь Глупые Вопросы Сдавать Отказывайся От Транслита Давай Так Урон Слабенький На самом деле А вот Ошеломление Хорошо Упреждение 2 секунды Пауе Бьет Дистанция Восьмерка Радиус Слабенький Дробящий Урон А если я Сделаю Например Импульс Силы Союзники Скорость Придвижения 25 Время Встановления Минус 25 Ничего себе Бафчик Спешка Это хейст Стандартный Хейст Скорость Передвижения Скорость Атаки На 25% Минуту 20 Мне нужно Под это АОЕ Врубить Блин Опять он Продолжает Господи Есть же На сайте Написано Сколько процентов Получает Сайт Сколько Получает Стример Все Прозрачно Лень Читать Дорогой Получается Хейст Но я Попробовал Вопрос Только Ну это Мне сложно Будет 67 Знанием Что-нибудь Толковое Взять Какая Длительность 45 56 Я не смогу По знаниям Вытащить АОЕ 85 Вообще Дичь Просто Расстояние Особо Ну хотя Расстояние Может быть 4 6 Есть Точность Тут Точно Не нужна Попробуем Вот так Делаем Спешку Назначаем Ее Я вот не знаю Если Ключи разных Школ Они будут С общим КД Или с одним Так И тогда Возьмем Другую Форму Выражения Ударный Разряд Бы Тоже Попробовал Но Ему В отличии От Во-первых Он Очень Низкая База У него По знаниям Так что Можно Накидать Сразу Несколько Тем Во-первых Было бы Неплохо Опнуть Точность За пятнашечком Длительность Повлияет На Что Как Удобно И на Ошеломление И на АОЕ Ошеломление Да По сути Только Если Мы берем АОЕ Радиус Два метра Надо Брать Надо Брать Рядом Станком Закидывать И назначаем Его сюда Возможно У них Будет Общий КД В рамках Одной Школы Это Было бы На мой Взгляд Правильно Менее Серьезное Заклинание Даем Ну Аналогичного Плана Что ему Лучше Лучше Наверное Удар Опять же Проще Но Тогда Нужно На одного Типа Без Без Рэнджа Или Взять Например Можно урона Относить Было За двадцатку Целую Ладно Давай У этого Будет Типа Точечный Вариант Такого Заклинание Неплохо Выставим На Выставим Вместо чего Первая Атака Мне не очень нравится Она в принципе Так себе Но все В любом случае Не поместится Можно выкинуть Одну из заморозок Которую Я так Поиграться взял Ну и главному герою Конечно же Нужно Одно из заклинаний Поставить На быструю Хотя Пользуюсь Многими вещами Вот этим Опять же Мало пользуюсь Так Ударный Разряд Это Раз Вообще Кровь на камнях И любые Другие АОЕ Обилочки Можно Использовать Через другого героя Ну или через Панель Быстрого вызова Способностей Ох ты Шьежик Варя Кел Там народу Четыре Человека Ну пять Человек Если она Переметнется После диалога Скорее всего Я иду Общаться Танком Ой Как много Там народу Вы подходите К группе Гвардейцев Вандриенов И видите Варию Среди почетных Стражей И солдат Солнца Она замечает вас И чуть заметно Кивает А мы же ей Свободу Кажется дали Незаметно Кивнуть Варей в ответ Можно Ткнуть пальцем Ты должна Вернуть долг Вообще Беспаля Незаметно Кивнуть В ответ Взгляд Вари Устремляется На ближайшего Солдата Она выхватывает Оружие К изумлению Всех Кто рядом Ничего себе Она хелпует В этом сражении Так Короче И сразу Минусует Одного Блин Пацаны Я так далеко Скорость Уменьшаем Надо сейчас Срочно Врываться Танком Побежали Ребята Побежали А я тут же Убивают Я тут же Убивают План План Провален Короче Провален План Ой Не хочу я сражаться С таким количеством Бобров На максималочке Без сейвов Не 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 разбегаемся Ребят Не разбегаемся Алло А ну да У вас же порядок Блин Боевой Выходи Не видно Ха нет 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 Не уходи Друг Подходи Да не надо Не уходи Другими Подтягиваются Смотрите Просто Беспалево Ой Бедолага Ты Какой же Ты Бедолага Даже его Немножко Жалко Нет Не надо Никаких Там Четверочек Не надо Никого Менять Местами Не Так Давай Попробуем Его Есть Защиты Снизили Понеслась Так А почему Ты троечку Не уязаешь Ошеломление Есть Попадает Едва Задевая Понятным То есть Ошеломление Не удалось Применить Из-за Отсутствия Точности Вот вам Пример Того Что Рунку Ставить Надо Естественно Моя Главная Блин Героиня Нифига Не Так Спешка Вот Спешка Кстати Задела Соседа Не Задела Но Спешка На Минутку А КД у них Вообще Разный И Успешки Ударного Заряда Стоп То есть Я мог То есть Вариативность Точнее КД Заклинаний Определяется Не ключами Штрихами А выражениями То есть По сути Ты можешь Взять Один ключ Но с Тремя Разными Выражениями Это будет Три разных Спла Это Значительно Разве Больше Дает мне Возможности Так что Сейчас мы Заклинания Это Немножко Изменим Изим Так То есть Я могу Сделать Заклинание Например Ледяное С тремя Разными Выражениями Без Штрафа На То есть Мы Берем Сигил Концентрирование Смысла Да Который У нас Базовый В какой Бою Что Нет никакого Боя Все Все Успокоились Все нормально Спокойно Готовимся Мы Его Берем За Основу Ледяная Хватка У него Есть Там Диапазон Действия Заклинаний Пока Убираем Ледяная Хватка Урон Заморозочка Окей Можем Улучшить Его И сделать Слэш Огненным Будет Еще Волшебный Огонь Срабатывать Но Зачем Мне Нужно Это Заклинание Ну Ты Можешь Сделать Повысить Точность Чтобы Стабильнее Замораживать Например Чтобы Длиннее Дольше Да Давай Сделаем Спелл Который Даст Возможность С Хорошей Вероятностью И Надолго Замораживать А интенсивность На что Повлияет На урон Нет Это не такой Полезный А расстояние Апнуть Можно До 4 метров Нужно Апнуть Расстояние В принципе У меня даже На этот Схватит 73 Почти Вот следующий Лавел Можно будет Интенсивность Апнуть Этот Дорогой Да Да 85 Окей Уже лучше Обновили Заклинание Все у нас Теперь есть Возможность Кастовать Это заклинание Вот С данным Выражением Окей Дальше у нас Есть Нет Дальше у нас Есть Вот это Выражение Да И это Выражение Они Одинаковые Мы берем Например Какой за Основа Блин Ладно Берем просто Вот Другой Импульс Чтобы разные КД были Правильно Берем Выражение Защитной Формы Защитная Форма Нам Минусует Броню Электрическую А я смотрел Мне не понравилось Просто Это выражение Ну не понравилось Не бери Чего ты Берешь Другой Ключ Ключ Но ключи С двумя Другими Выражениями У тебя Уже Есть Ну ты Можешь Взять Еще Вот это Вот Заклинание Мощи Живущие Стечения Этого Саппорта Есть Броня А у него Ячейки Заклинания Мало Вот в чем Дело Так что Но я могу Попробовать Улучшить За счет Знаний Сигел Силы Длительность Увеличить Почему Нет Точность Не нужна На своих Скорее Всего Тогда Нечего Брать У него Штрихов Не так Много Ладно Обдаем Просто Раз Исцеляющее Касание Кстати Исцеляющего Касания Мне кажется Нет Да Да Не изучили Сигел Жизни Как так Я прошел Мимо Сигела Жизни Не изучил Его Ну Бас 45 65 55 Этот Можно Улучшить На точность Опять же Ок Еще Заклинание Игры Игры Нули Помним Что У нас Здесь Еще Человек Наверное Шесть Осталось Раз Ва Три Четыре Всего Пять Пять Это Не Четыре Я Ак Аккуратненько Ребята Ничего Не знаю В общем О Этот Почти Ну Что С вами Происходит И Вы Чего Знаток Механики Снова В Дели Очень Странный Отбежал За бафом Подбежала Снова Я тоже Как бы Умом Как вы видите Не блещу Но Надо ударить Разок Но кто Не будет Ну давайте Чего Главный Герой Выходи Вон Лучник Бежит Смотри Какой Все 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 Ничего Не знаю Работаем Короче Я предлагаю Комбо Пьюзмейк Раз Минус Нули Два На Землю Шампур Удар Ой Как Как он Как Как он попал Как он попал Тяжелое ранение Уже Ой Разбегаемся Разбегаемся Там шаровая молния Полетела Оп Микроконтроль Ничего не сделать Так Ну Чего Ты стоишь Оп И Заморозка Прокнула Которую только что Мы усовершенствовали Отлично Работает Отлично Так Давай Так Там лучника Вижу Удалим Подсечку Сделаем Пока Рядышком Находимся Отлично Я бы Я бы ему И там И там Кто-то Помог Отлично А А По мне Бьешь Щит Срочным Реген Срочным Как не можешь Слышишь Она вставала Видимо Так Щит Скастовали Это у нас Сбивание с ног Это Дробяющий урон Ошеломление Ну может подействует Реген еле-еле справляется Надо еще накинуть Вот так Есть ошеломление Есть ошеломление Прямо восстановление То есть Это типа Замедление В два раза Хороший дебаф Так Спешку На кого Спешку На ДПС Я думаю Надо повесить Сейчас Вот Когда Перестали Мы Быть привязаны К одному там Заклинанию Стало конечно Значительно проще Так Можно восстановить Кстати героя ХП Чего Восстановление будет И И жизни получим Готово Теперь делаешь А не надо Бафчиков Никаких Просто стреляй По дальнему И все Глядишь Заморозка Пробуем И вот Так вот Заморозку Я бы Сделал Тоже С хорошей вероятностью Что там По Нет Джайна Ледяная Хватка Бросок 22 А так Т6269 Сдевание Только Заморозку Не удалось Применить При смерти Товарищ А нам Есть Тоже Висит Да Здесь Не висит Все Хорошо И там Заклинания Откатываются Великолепно Еще Левела Получим Ну Поехали По Это Спешка Я Спешку Пытался Скастовать На врага Но Система Мне не позволила Умная Больно умная Так Надо Завязать Дальнего Этого Мы Все Рано Затаунтим Ай Так Мы Выполнили Задание Проникнуть В зал Одолеть Главарей Повстанцев Ну Я Сейчас Могу Окочуриться Вообще То Хотя Есть Сверигенчик Раз Слави Конечно А Есть Лимки Заклинания Еще Из Серии Только В воскрешении Так Давай Попробуем Ошеломить Тогда Этого Упыря Почему Не сработал Таунт Я Не знаю До сих пор Тебе Можно В четверочку Уйти Вообще Чтоб Не тратить Бутылек Я Раз Заморозки Делаю Подействовало Ли Ошеломление А Это Там Там Хейст Она Кастанула Так Давай Заморозку На Таунт Кажись Не Подействовал Поэтому Придется Замораживать Ближнего Та Горит Делать Ничего Не Может Пробиваем Ее Тут Делаем Защиту Ничего Не 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 Докастовало Я Ошеломление Вот Очередь Не Показывается Заморозка Тоже Не Срабатывает Кажется падает главный герой я воскрешаю конечно чтобы получить там тяжелое ранено там легкое нельзя было лезть я надо всегда вперед танк всегда вот-вот просто просто брать посылать там всегда очень простое правило на самом деле не знаю че полезно подумал вдвое как бы пофиг видимо так как там консервант дальше он не пробивает горит машет руками ничего не делает при смерти но успеет ударить полы в лапше стой как раз перед смертью но мне парирование дали единичку за как раз блокирование такого количества ударов итак главный герой главному герою я пытался все опыть знания знания влияют опять же сила заклинания смекалка на тут на полностью продолжительность воздействия продолжаем увеличивать то есть стойкость сохраняем смотрим что нас по веточке по веточке нужно еще один скилл сюда в кинка скорее всего я возьму расширенный разум для того чтобы ящейки заклинания как раз они сейчас понадобились когда меня дошло как работает вообще вот эта вот тема сейчас появится дополнительное заклинание ключевого нашего мага и в теории не а знание не повысились к сожалению очень плохо мне надо было в лагере регулярно поднимать вот эти навыки сзади еще полутать нужно так тяжелый бронзовый шлем наверно лесом идет он шлема никому надевать тут лута уже больше нет не полностью просто два очка навыков надо на один было его уже так тут у нас есть свиток какой-то непонятный шкура и драгоценный камень судя по всему на продажу так но я дошел два дня осталось до апокалипсиса выходим 6 лавила как продвигаемся я зашел дальше чем думал что зайду что в пиларсах меня уничтожили ой 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 так впереди стоит атли с атли у нас есть уже история отношений вот она она довольно верна мне но наблюдая такие агрессивные стойки у бойцов они правда все зеленые наху блин все но хочется провести ревизию на всякий случай посмотреть чего мне там может не хватать выносливости нет можно сплетануть выносливость чтобы хоть по штучке было каждого резуректы почти у всех есть почти да не у всех силовой щит всякую лабуду что круче пиларса или тиране мне в пока тиране больше нравится потому что здесь в поудобнее интерфейс мне кажется больше вариативности в плане диалогов интересный конструктор заклинаний бэкграунд оригинальные потому что как бы ты за злодея начинаешь и дальше у тебя масса свободы то есть ты есть система налаживания отношений и взаимоотношений с персонажами которые связаны со способностями со способностями и с фракциями с тремя он там катера не нравится больше новой здравствуйте главное не ввязываться сильно бой с ними потому что числом тупо возьмут тараксисарий я надеялась ты подумаешь на нашем предложении мы всех нас удивишь и зря ты оказался не умнее прочих но глупо думать будто вы нас прикончите и сразу заставите замолчать всех кто вам противостоит наше место займут другие они пойдут по нашим стопам ой не надо хотя мы без сомнения погибнем здесь в зале вознесения хмыкнув она указывает вверх на потолок каменные арки которых каким-то образом поддерживаю поддерживает вес шпиля считаю что тебе повезло лучшие исправители гребня умирали в этом славном зале в поединках и правда можно ли найти лучшее место для смертельной дуэли и опрос это кажется драки не избежать сестры братья оглядывается на своих солдат кивает для меня было честью вести вас в бой и радостью разделить с вами эти последние дни с глубоким вздохом она поворачивается к вам в ожидании так аккуратно аккуратно чего вы рассчитывали тут нет подсказок потому что экспертный режим поэтому аккуратно блин уже почти час ночи нифига себе заигрался чего вы рассчитывали достичь своим мятежом ваш бунт не приведет не привел ни к чему вы погубили свою родню хочет что-то сказать напоследок угрожающее скинуть оружие у тебя было немало шансов сдаться в плен теперь так блефовать атаковать два блефа и вопросом ты несешь столько магии в бою подножие шпиля хочешь нас всех похоронить нужно же надо быть безмозглой идиоткой я лишь первый из твоих проблем а лайхор и опальный будет здесь очень скоро нет нет надо попробовать как-то первыми не хочешь сказать напоследок нужно что вы рассчитывали достичь своим мятежом давайте самый нейтральный вариант ничего такого чего бы у нас не было раньше гордость достоинство это то чего вы нас никогда не лишите она улыбается глядя куда-то вдаль гвардии вендриенов возможно не выставить против сил кайроса но мы можем передать свой опыт другим и возможно солдаты у вас закончится раньше чем наше упрямство хотя это вряд ли так вы уже пользуетесь монеты кайроса поговорить им на нашем языке военный контроль пустая формальность ты все свое королевство обречешь на смерть только из-за гордыни уах опасно либо первое либо второе первый вариант довольно убедителен потому что они долгое время жили под игом и как бы нормальным я всех убил вообще всех рекомендую в смысле я ты на каком уровне сложности играл с галками без галок я просто не уверен что я их одолею и у их много тупо много просто так ты все свое королевство из-за гордыни давай гордыня а вы готовы нас убить за то что мы не кланяемся вашему знаменю еще не хватало чтобы рабы меня учили гордости фуга говорит похоже смирению тебя еще учить и учить хорошо что не хочешь нам сдаться будь ты рекрутом я тебя до смерти запорола так ваш бунт не привел ни к чему вы погубили свою родню а во что вам обошлись обошлось взятие колодца вендриена сколько трупов опаленных рожевеет в долине скольких солдат хора мы положили как пойдет бесконечная битва за могилу клинков как как пойдет бесконечная битва за могилу клинков когда вы закончите здесь она смеется морщась и держась за бедро и скажи наконец едины ли архонты в своей победе побратались ли две армии над нашими трупами этот бой только начало ваших проблем и опрос это твои родичи были принесены в жертву только чтобы оттянуть неизбежно и больше это не дало ничего откуда ты знаешь что архонты враждуют между собой мы сражались без надежды но не без мозгов глаза и уши многое нам рассказали она прикрывает рот прячу улыбку я умру счастливы знаю что вторжение скоро затормозится потому что архонты будут рвать друг другу глотку за эту мелкую победу жаль не увижу кто из этих властолюбивых детей победит если пройдешь с первого раза закину 1к игру с первого раза это маловероятно там сегодня а бойлер десяточку закинул кстати еще раз спасибо тебе за это жаль не увижу да кто из этих властолюбивых детей победит а 1к на бой нет скорее 100 рублей и там не челлендж там просто мотивация тива этот бой 1к рублей понятно я буду скипать их хоть по возможности так ну смотрите точно не 2 точно не 5 сказать напоследок может быть или блюфовать напоследок как-то вообще очень 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 3 вообще агрессивный блеф 4 не убедила бы меня напоследок до передай голосом не рада что мы очень благодарны ему за помощь из его поддержки мы добились гораздо меньше нет а продолжим мы на следующей трансляции я не хочу сейчас начале второго начинать сражение на час которое может обернуться крахом да и вам будет интереснее прийти к началу третьей части для того чтобы узнать что же произойдет умрет ли вся пати здесь и начнем ли мы игру заново или все-таки каким-то макаром в нам удастся одержать победу в этом сражении благодарю вас за все приходите как говорится еще тем более что кажись стримеров добавится да и зрители добавятся и отличного вам воскресенья пока а